Привет, ребята! Мы сейчас, знаете, куда едем? На Рублевку. Да, можем себе это позволить. Едем по Гореце Барвиху, ё-моё! Короче, сегодня у нас гендер-пати. Сейчас 14.16, мы планировали приехать к двум, но на самом деле сейчас я понимаю, что абсолютно ничего страшного, что мы не приедем ровно к двум. У нас вообще начало торжества в три. Не знаю, почему на Рублевке такие пробки. Столько у нас богатых, что ли? И мы планировали приехать к двум, но немножко задержались, и поэтому мы приедем к двум в тридцати где-то. Но это не страшно, потому что на самом деле на площадке еще не все прям до самого конца готово. У нас сбор гостей в три. В целом не волнуюсь, наверное, больше волнуюсь, чтобы классно все отснять. Знаете, у меня скорее волнения блогерские, блогерские волнения, а не такие, как будущие мамы, человечка и просто, в принципе, вот этого мероприятия. Как-то я не волнуюсь. Рассказываю историю, я думаю, что вы все уже и так знаете, кто у нас, вот. Но, конечно уж, удостоверимся на сто процентов мы на самом мероприятии, но у меня нет сомнений ни малейших. У Славы тоже мы как бы не сомневаемся в том, что мы ждем дочь. Самую настоящую дочь. Что сказать? Начнем с далекой истории 2019 года. У нас есть 14 минут. Чтобы вспомнить предисловия. С предисловием в 2019 году. Для того, чтобы рассказать эту историю, вам нужно вспомнить ее. Да. С самого ее начала. В общем, 97 год, значит, рождаюсь я. Нет, сначала 94, рождаюсь я. Потом 97, рождается она. Ну да, да. Я всю жизнь знала, внутри знала, внутри нашего женского коллектива, в семье. У нас так выходит, что первые рождаются девочки. Хотя считается, что это не так считается, а типа вот какой хромосомой мужчина поделится, так и будет. Так и считается. В биологии так. Но у нас в семье другое. Первые рождаются девочки. Вот так вот просто. Моя бабушка родилась первая, да, у ее родителей дочка, потом у нее брат. Моя мама родилась первая, у моей бабушки, потом брат. Я у мамы родилась первая, потом пошли братья. Вот. Поэтому у меня никогда не было сомнений, ну вот на эту тему. Я всегда была уверена, как будто бы, да, на 100%, что если кто и родится первая, то это будет дочь. Потом у меня был какой-то период, где-то, не знаю, в 20 лет, в 21 год, сколько мне было в 19 году. Я уж не помню. Так давно было. Я спросила у астролога, будут ли у меня дети. Потому что меня этот вопрос волновал. И я думаю, что, ну, у многих женщин, которые мечтают о детях, хотят ребенка, есть такой страх, что вдруг там не будет у меня детей. Вот. И у меня был вот такой вот мини-страх, можно так сказать. И он меня очень сильно волновал, этот вопрос. Я спросила у астролога, будут ли у меня дети. Она мне сказала, что у тебя будут дети. Она мне не сказала, когда, сколько лет мне будет. Нет, этого я не знала, она сказала, что у тебя будут дети, я сказала, что первое, у тебя должна родиться дочь, есть такая вероятность, что будет сразу два ребенка, я вообще не знала, потом я выяснила, что в роду у нас там близнецы, что-то было такое, вот, у Славы тоже в роду есть близнецы, ну, короче, ну, вот в этот раз у нас точно один ребенок. Потом, когда мы были на УЗИ, я не видела вот той самой тычинки, скажем так, то есть было все равно ощущение, можно было бы догадаться, что может спряталась там что-то, ля-ля-ля, не могу сказать, что я в УЗИ сильно хорошо разбираюсь, но вот даже по УЗИ, то, что я случайно могла где-то увидеть, еще что-то, у меня тоже, знаете, не было такого типа, ой, кажется, я что-то увидела, нет, такого не было, я ничего такого не увидела, и мне показалось, что я себя ощущаю так, как будто бы я беременна девочкой. Мне хочется платье все скупать, которое я нахрен можно носить даже не буду, мне вот этого все хочется, если верить вот в эти все поверья, меня тянет на сладкое, ну, то есть соленое, нет, ну, типа сыр-косичку вообще неохота, в беременности, может, вначале только чуть-чуть ее погрызло, но в целом больше мне хочется каких-нибудь там, не знаю, шоколадок, конфеток, что-то такое. К сожалению, не все наши гости смогут сегодня прийти, вот, кто-то улетел, у кого-то там по состоянию здоровья что-то не получается, вот, но в любом случае гостей у нас сегодня будет немало, и, ну, это здорово, с одной стороны, волнительно, потому что больше рисков что-то случайно спалить. Мне показалось, дождь капал. Не показалось тебе. Пусть будет на счастье. Ну, может, он прокапает и уйдет? Да вообще туч нет, это такой грибной. Да. Какой-нибудь маленький. Ну, я тоже вижу все ясненько так. Надо еще по этим посмотреть, как там двигаются тучки. Сегодня не выспались абсолютно, от слова совсем, я вообще не спала, как будто всю ночь, хотя говорю, что у меня нету, типа, волнения, ну, типа, блин, я даже не волнуюсь, мы поэтому, во-первых, кстати, одна из причин, почему мы так долго тянули, почему мы так долго тянули, я уже на седьмом месяце, блин, беременность, осталось три месяца до родов, мы так затянули с этим узнаванием пола, ну, во-первых, у нас как бы не было сильных сомнений, мы и так как-то, ну, чувствовали, знали, это во-первых. Во-вторых, типа, блин, самое главное, что просто родился здоровый ребенок, и это будет просто самый лучший подарок. Я хочу здорового ребенка. Ну да. Бэйбика хочу. А будет мальчик или девочка, это уже сегодня узнаем. Ну, ты тоже не сомневаешься, девочки. Ну, скорее всего, девочка будет. У нас, если честно, у нас, я даже не знаю, что там получится на видео потом, потому что сегодня у нас будут операторы, ведущие, задавать нашим гостям вопросы, ну, что мальчик, девочка, я уверена, что вся наша семья, девочка, мы-то девочка, все хотят девочку, но у нас, на самом деле, в семье просто очень много мальчиков, ну, вот сами представьте, вот, даже вот только в моей семье, получается, у меня два брата, еще два брата, там, ну, по маме, по папе, ну, короче, братьев полно, двоюродные братья. У меня, получается, блин, что там, одна двоюродная сестричка, который сколько? Лет пять, наверное. Ну, короче, это уже такое, знаете, вот я в детстве всегда мечтала, чтобы у меня была сестренка, и в какой-то момент, когда мои там родители только мальчиков мне братьев дарили, я поняла, что, наверное, девочку, я уже там сестренку не дождусь, уже сама себе дочь рожу, вот, так что у Славы тоже в семье. У него вот он там, его брат, да, Ярик, два мальчика, еще мальчики, ну, короче, они сплошные мальчики. Сегодня мы плохо спали всю ночь, мало того, что я не спала, мне кажется, вообще, так еще и малыш наш тоже не спал, ну, может, в какие-то моменты спал, но очень такой тоже был, нервничает, наверное, больше, кто я? И сейчас не спит, хотя обычно в это время спит пупсик наш, потому что обычно в это время днем я ношусь как угорелая по дому, или просто даже не по дому, а творю какие-то сумасшедшие дела, и я в животе ощущаю такую прям супер легкость. Вот когда малыш спит, я вообще даже, бывает, забываю, что я беременна, потому что очень как-то все легко, и так далее, а когда малыш бодрствует, я прям чувствую такую тяжесть, ну, понятно, ребеночек там все натягивает, и так далее, и так далее, вот, так что у меня есть ощущение, что, может быть, у меня какие-то гормоны интересные в организм выплескиваются, типа какого-то переживания, там, как его, эти, ну, не адреналин уж, что адреналин-то, а как, кортизол, плюс я не выспалась, вот, и, ну... Это стресс. Стресс, хотя, че стресс, вот, реально, че стресс, че, пошел нафиг стресс. Ну, вот, малыш сейчас прям шевелится, не хочет он это самое, спать не будет. Говорит, я что, на эту вечеринку вообще-то рады меня, че это я не это самое? У нас должен быть, у нас такой должен быть праздник, и денег потратили, и сотрудничество у нас там, вообще, у нас такая команда огромная, всех-всех-всех, все должно быть просто офигенно. Смотрите, ребят, мы заехали на территорию, и реально первым делом там вот эта фотозона. Ну, о, ты, смотри, какая там пушка сзади, лея. Блин, это че, она прям на нас? А на нас? А на нас. У нас сегодня есть базовый вопрос, но суперинтересный, мальчик или девочка? Как думаете, ваша мысль? Девочка. Девочка. Вы как-то договаривались, или сейчас это спонтанно произошло? Во-первых, можете проголосовать за дату, если угадаете, то ничего не получите, но можно поставить галочку, поехать на сезон бит-экстрасенсов, я не знаю. Я думаю, что все же девочка. Во-первых, и хочу девочку, хочу внучку, а потом, вот, посмотри внимательно на молодую мамочку будущую, да? Да, вот мне кажется, все же, вот по моим признакам, что это все же девочка будущая. Вы думаете, мальчик или девочка у нас такой пока базовый вопрос? Я за девочку. Мальчик или девочка? Девочка. Это какой-то заговор. Я как дружко, знаешь, должен повернуться сейчас. Мы соберемся здесь, чтобы узнать, кто в итоге, мальчик или девочка. Я всем задаю вопрос, он очень, с одной стороны, попсовый, да? Ну, такой мальчик или девочка? С другой стороны, интересно понять, почему человек так думает. Почему мальчик? Аргументируйте. Или почему девочка? Мы не пытаемся переломить ход событий, мы искренне спрашиваем мнение. За кого сегодня будете ставить отпечаток? Вот. Все сегодня консолидировались за девочку. Кто за мальчика? Потому что пока с кем мы общались, все за девочку говорят. Это как-то несправедливо. Вы за девочку, правильно понял? Да, я за девочку. Можно мне? Да, нет, нельзя. Дорогие наши Слава и Юля, Мы сегодня, две мамы, решили объединиться в одном прекрасном тосте, потому что для нас продолжение вашей семьи – это продолжение наших родов. Поэтому мы сегодня искренне желаем вам благополучия, прекрасного родоразрешения, чтобы все прошло прекрасно. И, конечно, мы ждем либо внучку, либо внука. По большому счету, мы не разделяем пол. Для нас это, собственно, не важно, потому что самое главное, что в этот мир приходит прекрасная душа, в эту прекрасную семью. И мы будем счастливы как мальчику, так и девочке. И мы уверены в том, что от Юли ребенок возьмет красоту, терпение, заботу. А от Славы ребенок возьмет ту мудрость, ту ответственность и ту целенаправленность, которую он имеет, то есть умение достигать целей. И вот это все вкупе даст прекрасного, замечательного человечка в наш мир. Я тоже будущая бабушка. В общем, ребята, мы ждем. Мы ждуны. Ждем внучку. Внучку или внука. В общем, главное ждем. Все будет хорошо, я в это верю и знаю. Люблю вас безумно. Ну что, как думаешь, мальчик или девочка? Давай просто тебе вопрос. Девочка. Уверена, что девочка? Потому что по животику похоже. Ничего себе. Вот эти женские штучки. Откуда вы все это знаете? Потому что похоже по животику. И сейчас попрошу вас, пожалуйста, на счет 3-4 громко выкрикнуть все-таки мальчик или девочка. Давайте проверим. Итак, 3-4. Мальчик. Непонятно. Давайте еще разок. 3-4. Опять непонятно. Ты что, что будешь делать? Ладно. Здесь, возможно, в этой коробке истина. Скорее всего, это так. Поэтому, ребята... Три, два, один. Поздравляем, мои дорогие. Поздравляем. 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 От души мы вас поздравляем с этим прекрасным праздником. А самое главное, мы рады, что все же в нашем полку прибыло. И самое главное, есть хорошая примета. Если рождается больше девочек, значит, на земле наступит мир. И дай ему, чтобы не было войны и чтобы всегда был мир. А вы, как родители, чтобы всегда были здоровы. Ребеночек, чтобы был здоров всегда. Ну и почаще к бабушкам. Почаще к бабушкам в гости. Мы будем вас ждать. В подведении итогов хочу сказать, что я очень рад, что это девочка. Я действительно ее ждал. И все-таки я просто очень рад. У меня эмоции никак не изменились. Я получил то, что хотел. Я вас очень люблю, ребят. Так, ребят, у нас уже все, торжество, типа, прошло. Сейчас мы на улице запишем такое, типа, пока-пока. Спасибо, что смотрели это видео. А здесь у нас такая зона, ну, типа, где можно разместить вещички. Мама тут моя. Вот, я переоделась. Кроссовки немножко испачкались краской. Ну, чуть-чуть совсем. Вот, так что сейчас надену пальто. Мы пойдем на улицу, снимем финалочку, так сказать. Потому что у нас уже гости даже разъезжаются. Как подарок. Так интересно посмотреть, что там для детишек кто-то подарил. Да? Ой, вот это я, бренд, знаю. Что-то красивенькое. Что-то миленькое, красивенькое. Ой, это так здорово. Ребята, я не знаю, что, куда я вообще засуну эти эмоции. Вам, наверное, интересно узнать наши эмоции от нашего праздника. В общем, я не знаю, что в итоге получилось в плане... Короче, мы сейчас должны быть под экстазом, счастьем. Мы в целом счастливы, в целом рады. Все, классно. Но, знаете, больше есть ощущение, типа, выдохнули, что все позади. Можно расслабиться, отдыхать. Но это очень часто так бывает после крупных, больших праздников. После свадьбы тоже мы такие выдохнули. То есть это счастливый день, но все равно выдохнули, можно отдыхать. Это как бы ладно, это нормально. Это часто испытываешь после какого-то торжества. Но мы, как я у себя в голове представляла, мы будем кайфовать от того, как красиво у нас получилось сделать эффект вау. Как мы узнали красиво, что у нас будет дочь, да? Вау! Ребята! Ну что, нажимайте на кнопку, мы узнаем, что, кто на самом деле. А теперь все вместе. Пять, четыре, три, два, один! В итоге, я что хочу сказать, мы со Славой, конечно, не знаем, когда успокоимся обсуждать эту тему. Наш видеограф сказал, что он постарается как-то это на монтаже, непонятно как, как-то нарисовать, дорисовать. Чтобы было красивое видео. Типа, ну как бы, знаете, вся эта вечеринка у нас в итоге затевалась вот именно в таком масштабе для того, чтобы охеренно круто узнать пол ребенка. Вот этот весь момент с узнаванием пола стоил вот эта вся пиротехника с хлопушками, с краской, абсолютно беспонтовой. С чем-то тысяч. Ну, вы просто вдумайтесь, вот эти хлопушки, 70 тысяч. Просто вот этот один... Ну, он был там не один, правда, их там было много мощных хлопушек. Но вот эти краски стоили 4 тысячи. Я, если честно, в шоке. Я сейчас записываю вот такую реакцию для того, чтобы вам сказать, не делайте такие краски. Купите конфетти, не знаю, баллончик. Но баллончик тоже может подвезти, потому что есть сейчас видео в интернете гуляет, где баллончик плохо сработал. У людей там вообще еще хуже, чем то, что у нас сегодня. Вот я бы, может быть, об этом не рассказывала. Но суть в том, что это все равно вскроется. Ну, типа, то, что у нас с одной стороны что-то не сработало. Все равно было красиво. Все равно было эффектно. Но не так, как должно быть, когда ты платишь большие деньги пиротехникам за вот этот мощный эффект вау. Ну, короче, я не могу сказать, что я осталась довольна этим моментом. Вообще я не осталась довольна этим моментом. Суть в том, что это не просто какая-то, знаете, хлопушка, которая не сработала. Это то, что делали пиротехники. То есть такую штуку ты не купишь в магазине с красками. И, понятное дело, вина пиротехника в том, что это все сломалось. И да, вы такие спросите, Юля, ну вы же, наверное, вам должны были убрать эти краски из сметы. Да, ребята, нам убрали 4 тысячи из сметы за эти краски, которые нас подвели. Но 4 тысячи, серьезно, не стоит того, чтобы все обосралось. В общем, сейчас, конечно, мы на эмоциях, и мы должны быть на эмоциях радости, счастья. Как же красиво, как у нас все получилось, как мы и мечтали. Но, к сожалению, так бывает, что сейчас, ну как бы, испытываем такие эмоции. И это немножко грустно, потому что, ну, типа, другие эмоции, я считаю, нужно испытывать после такого праздника. Окей, можно испытывать эмоции усталости, ну, эмоции усталости. Можно испытывать эти чувства, да, что ты устал, это понятно, заколебался, все, там, не знаю, проголодался. Вот все, что я перечислила, все, это я испытываю, конечно, Слава тоже. Но испытать неудовлетворенность от самого торжественного, важного события, ради которого, ну, типа, ты тратишь большие деньги на мероприятия, собираешь людей. Я просто рассказываю о том, что изначально мы хотели салют. Кто-то скажет, ой, да это заезжено, да, все это заезжено, да похер вообще, просто я хотела эффект вау, красотищу-то какую, Слава тоже, кстати, хотел салют. Потому что нам казалось, что это эффектно, мощно, и сразу взрыв, вот что хотелось. У нас даже вот этот замут с кнопкой был, что кнопка, чтобы так, типа, интрига, видео потянулось. И в итоге кнопку нажимаем, с одной стороны, краска странная, с другой все падает, такое просто вяленькое. Ну, потом, конечно, красотища была, вот эти вот хлопушки мощные, там вообще столбом просто стояли эти хлопушки. Это, конечно, было круто. Еще дополнительно заплатили 10 тысяч за уборку, то есть уборка обошлась дороже, чем эти сраные краски. Просто мне не верится, что нас подвели сраные краски за 4 тысячи. Но мы со Славой так немножко покумекали, у нас, в принципе, с тобой с самого начала все по жопе идет. В клипе я у него снималась, когда мы познакомились и влюбились друг в друга, на нас стекла, блин, упали. В любви он мне признался с мусорным пакетом. В руках, типа, наша жизнь. Первый раз, когда он мне признался в любви, он стоял с мусорным пакетом, мы что-то, по-моему, даже ругались с тобой. И он мне такой, типа, я тебя люблю. Первый его, я тебя люблю. Даже не мое, а он первый признался. Ну, я, конечно, там тоже уже с себя влюбленной была. Потом что, ну, на свадьбе мы вспоминали. Ну, там на свадьбе... Не, на свадьбе тоже были косяки. Экран был, короче, как-то не очень по цвету красиво. Хотя на всех фотках, видео, то, что вот на экране было, почему-то этот момент мы как будто не обсудили. Потом, когда вот эти вот... Ну, этот момент уже никак ты не изменишь. Тут уже природа, типа, виновата. Когда фонтаны вот эти все хреначили, когда мы резали торт на свадьбе, там мухи собрались, сука, платье в платье на лицо. Но это как бы смешно, типа, мелочь, что еще. Ну, то есть, короче, исходя из всех этих переживаний, вот как я всегда думаю, что да, всегда есть дикое желание, огромное желание, чтобы все было идеально, чтобы все было, ну, вот просто вау, конфетка. Но такого не бывает, и просто нужно с этим смириться. Конечно, обидно, что вот этот самый главный момент немножко был спадливый, так сказать, не с той, которая ждалась. Но в целом ничего не поделаешь. Вот. Самое главное, все живы здоровы. Мы едем отдыхать, но, наверное, по пути уж, я не знаю, куда-то заедем. О, слушай, нифига себе, да мы не поздно закончили. Мы, получается, дома будем к 9 часам вечера. Можно еще помыться, музыку включить, да. Я бы хотела сказать, котлеты пожарить, но они закончились. Поэтому надо новые крутить, лепить. Теперь-то я могу. Теперь я освободилась от этих всех заморочек. В общем, вот, в любом случае, я уверена, что там красивые фотки, видео. Особенно, когда это все смонтируется как следует, что без этого всего. Вот так. Так что мы поехали отдыхать. Я не знаю, в какой влог я это вставила, где, что, но вот искренние эмоции. Мы безумно счастливы. Все равно все прошло замечательно. Но, конечно, этот момент, он немножко добавил вот этого дегтя. Но, когда мы там стояли, мы не знали, что это произошло. Мы не знали, что с одной стороны что-то не сработало. Мы это узнали только потом уже, когда смотрели видео, ну, со стороны. И я вообще в осадок просто выпала. Слава еще позже осознал происходящее, потому что я-то, понятно, сразу с девчонками. Так, ну что там, как там со стороны, не со стороны и так далее. Мне кажется, нам надо заканчивать смотреть ролики, которые уже выпала еще. Просто это, знаете, история того, что я в беременность еще больше нервничаю, находясь в машине, там, на дороге, потому что я, окей, там, я доверяю себе больше всех. Доверяю своему мужу, который за рулем. Хотя все равно не на 100%, потому что так, как себе я никому не доверяю. Он такой вот, я человек, это там не кто-то виноват. Короче, я такая. Но вот эти все люди на дороге, вокруг нас, им я вообще не доверяю. Мне кажется, что у них вообще непонятно, что в голове. Они все хотят просто создать аварийную ситуацию и вообще не смотрят на дорогу. И они создают. И они создают постоянно. И мы со славой какого-то хера, блин, почти каждый вечер. Мы просто не ищем ничего длинного, потому что у нас и времени нет. Хочется перед сном что-то посмотреть, позалипать, просто разгрузить голову. И мы разгружаем голову авариями на дорогах. Ну, это просто трэш. Сначала мы смотрели какой-то канал, который по всему миру, что ли, собирает какие-то. Ну, не по всему миру, там, не знаю, по этих двугорных краев. Вот. А сейчас мы смотрим конкретно с России. Это намного интереснее, потому что там и с комментариями, и наши дороги какие-то мы узнаем. Ну, короче, мы это смотрим. И у меня еще больше развивается вот эта вот паничка, короче. В общем, что кто-то постоянно хочет... Я, правда, вот здесь сижу и смотрю, ой, он у нас едет. Все, ну все. В общем, да, надо все это еще переварить, отсмотреть кучу контента. Телефон просто взрывается, разрывается. Отвывается. Если ты хочешь кое-куда заедать, надо проложить. Ой, ребят, я думала, что на этом все, но я вспомнила, что у нас с тортом тоже топорылые приключения случилось. Короче, с этим тортом, во-первых, я очень рада, что все-таки мы допетрили и сказали, пусть будет двухцветный, чтобы не спалилось, потому что в итоге кто-то выставил в сторис. Ну, потом быстро удалили, конечно, но все равно Шерлоки-то у нас все. Все же просто не уснут, бляху-бух, сегодня ночью. Если не узнают, хоть какую-то подробность не увидят, хоть где-то конфетюшечку приклеившуюся там кому-нибудь на задницу, не знаю, там на машину, в воздухе летающем. Ну, короче, всем нужно все узнать, мы приехали во вкусные точки. С этим тортом тоже вышла такая неурядица, потому что вот эти вот салюты, ну, не салюты, а фонтаны, которые поставили, их вообще не планировалось. То есть это был, как я поняла, сюрприз. Вот. Проблема в том, что мы их вообще не ожидали, что они включатся, потому что мы стояли болтали, что-то подготовились. Я даже не знаю вообще, видеографы успели камеру, типа, включить. Вот этот момент тоже, ну, к сожалению, как-то был непродуман, очень резко начался. На этом мы с вами не закончим, потому что сейчас, когда мы уже дома, понятное дело, первым делом, что я хотела посмотреть, посмотреть, что там вообще у нас. Сейчас я, что я хотела сделать? Вот рассказываю. Просто у меня сейчас такое состояние, что, ну, я просто на грани реально заплакать, потому что это пи***ц. Я не знаю, каким образом вырулится ситуация, что в итоге я такая посмотрю и подумаю, вау, все классно, все круто. Я не знаю, что произойдет. Можно, конечно, вообще забить. И, типа, ну, ладно, у нас все через очко, мы же так и планировали, типа, что расстраиваться? Мы же каждый год делаем гендер-пати в честь нашего долгожданного ребенка, ну, типа, все норм. Я б***ю, просто б***ю. Короче, рассказываю. Я хотела найти кадры с тортом, чтобы это выставить. Знаете, я уже даже не то, что расстроена, я злая, потому что такой момент важный, б***ь, ради которого мы все собрались и все устроили ради этого момента. Ну, типа, мы могли узнать пол, просто тупо дома разрезать торт с родителями. Все, ну, типа, нам для того, чтобы узнать пол, не надо было, по сути, делать из этого вот такое вот торжество. Ну, раз мы решили делать из этого торжество, тратить на это силы, нервы, деньги, время, все, ну, типа, кучу времени мы на это потратили, реально кучу. И чтобы по итогу получить невзорвавшиеся вот эти краски по бокам, сработала одна, б***ь, из шести, одна. Я не знаю, что это за подрядчики, но это, б***ь, эти подрядчики от наших организаторов. Я не увидела красивого кадра с тортом, поняла, что только с телефона что-то искать брать. Окей, просто я думала, б***ь, ну, сделаем красиво, не как у всех, у всех обычно это с телефона кадры такие, не очень, типа, вау, круто. Я думаю, ну, типа, у нас будет классно, у нас два видеографа, один горизонтально снимает, другой вертикально. В итоге на цвет не смотрите, потому что такое все серое, это специально для цветокоррекции, так делается. В итоге у нас вот эта кривая херня в отношении, короче, вот этого подиума, где стоит вся наша декорация красивая, вот эта штука стоит явно криво, она стоит криво не потому, что мы на нее нажали, там еще отражаются ноги, потому что она стеклянная. Она просто тупо стоит криво, потому что этот момент, ну, типа, на этот момент просто забили и подумали, ну, ладно, поставим коробку. Она же до этого была закрытая, ну, короче, я просто в ахере. У нас такая красивейшая фотозона, ну, просто фотозона, ну, я не знаю, блин, да на свадьбе, мне кажется, у нас была попроще фотозона, но она настолько классная и вау, что вот это все изгадить, вот этой стремной, криво стоящей штукой. Мы знали, что у нас будет коробка с кнопкой, но кто же знал, что она будет стоять криво и отражать чужие ноги. На вертикальном вообще тут коробка открывается, поэтому не видно, но вот это просто, ну, это просто. И с телефона, сейчас покажу, с телефона тоже видно с какого-то другого ракурса, что она стоит криво. Ну, короче, это очень обидно, потому что посмотрите, как у нас там все красиво, ну, вот просто посмотрите, насколько все красиво. У меня просто нет слов, насколько реально все у нас там красиво. И вот эту всю красоту, все эти, не знаю, нервы, деньги, да блин, да пофиг уже на эти деньги, как я и сказала. Вот это говно стоит 4 тысячи, вы можете себе представить? Вот эти три палки, вот эти три палки, они все стоят 4 тысячи, и они нас подвели. Вот это, не знаю, что это за стеклянная фигня, она должна была быть ровной, как минимум. Ну, короче, что сказать? Я очень недовольна тем, что получилось. Ну, я недовольна, и это искренне и честно. Я не знаю, что у нас там за гений видеограф, если он сможет что-то исправить. Я не знаю, что, я не верю, честно, в успех. Может быть, это неправильно, и нужно верить в успех, но я в него не верю. Потому что исправить вот это, в моем понимании, просто, ну, unreal. Так, почему у меня ноги не массируются? Какое-то будет мне успокоение в данной ситуации. Я сегодня ужасно устала, не выспалась, нанервничалась, не переживалась. Готовились мы к этому дню очень долго. Хотели эффект вау. Ну, короче, это все прям ужасно неприятно, просто ужасно неприятно. И я не могу об этом молчать и не собираюсь. Я не знаю, только если в случае того, что у нас все изменилось в лучшую сторону, я всем довольна на 100%. Все равно, то, что сейчас в моей голове, вместо того, чтобы смыть макияж, разбирать подарки, я уже сижу 2 часа в охоте, просто конкретном, от того, что я вижу. Это, типа, знаете, когда организаторы спрашивают, ну, вам все так-то вам понравилось? Все остальное-то было классно? А что, в смысле, все остальное? Все остальное было классно, еда была классная, все гости довольны. Все классно, но, типа, то, ради чего мы собрались, главный кульминационный момент, момент, ради которого, ну, типа, все вообще, весь контент, типа, да, ну, типа, смысл тогда, мы наряжались, блядь. Я ездила, искала два платья, Славик костюм искали, там, вчера мы ездили, туфли покупали, ну, типа, ради того, чтобы стоять около кривой херни, где не сработает краска, ну, типа, просто мне понравилось все, но мне не понравилось самое главное, и из-за того, что мне не понравилось самое главное, я могу сказать, что мне не понравилось все, Потому что смысл был в этом моменте. И, конечно, мне там мама говорит, ой, да забей, да все, никто вообще на это смотреть не будет. Дело не в этом. Окей, да, все просто будут радоваться, что ой, там девочка, или там, если бы он был мальчик, там мальчик. Просто как бы все ждут этого. Но для меня это важно. Ну, типа, для меня это важно, потому что это, ну, типа, эстетика, я не знаю. Это как, ну, не знаю, это как прийти на свадьбу в белом платье, на котором, там, не знаю, грязное пятно. Но, ну, типа, ты же не будешь сказать, ой, да ладно, ну, все не будут, никто не будет на это пятно смотреть, ну, ты же и так красивая. В целом-то оно белое. Без пятна? Ну, типа, в смысле? Это, типа, такой день, да, это не свадьба, но это день, когда все должно быть идеально. Потому что этот день, когда ты узнаешь пол своего ребенка, возможно, единственного вообще в жизни, и вообще, в принципе, этот день никогда не повторится, этот момент никогда не повторится. И такие вещи важные, они не могут быть вот с такими эмоциями. Окей, можно взять кадр с телефона, его даже кадрировать, и тогда будет видно, что у нас куча розовых штучек красивых, не видно будет, как какая-то херня не взорвалась или упала вовсе, не будет видно, что стоит криво вот так вот, вот эта хрень, которая должна стоять ровно. Но почему я должна довольствоваться вот этим, с тем уровнем подготовки, который у нас был, с тем уровнем, я не знаю, доверия и надежды, что все пройдет идеально? Я могу сказать и хочу сказать, что да, ничего не бывает так, что все идеально. Окей, у нас просрался момент с тем, что у нас там что-то не взорвалось. Мы вроде как решили, что есть шанс, есть какая-то мини-надежда, что может быть что-то получится, как-то исправить это убожество. Хотя, как бы в прошлое не вернешься, память людям не сотрешь. Наши гости все равно выставят в интернет так, как это было на самом деле. Но когда я приехала и увидела, что еще вот эта херня стоит криво, я в шоке. Я просто в шоке реально конкретном. Я даже не знаю, как это монтировать, но типа у меня вообще, ну мы же приехали не поздно домой, и я была на таком, знаете, не то что экстаде, но да, мне надо поспать, отдохнуть, вообще помыться, мне нужно смыть макияж, голову. Но типа я потратила кучу времени на какую-то закупу, на выяснение, почему вообще все пошло по очку, вместо того, чтобы, не знаю, реально разбирать подарки, наслаждаться, не знаю, расставить цветы, вазы, смыть макияж, там, не знаю, налить чаек, лечь, отдохнуть, как беременная вообще, да блин. Ну типа я в итоге в шоке в таком, в котором вообще не должна находиться. Буду искать что-то с телефона, я не знаю, что вообще делать, это просто, ну вот реально у меня нет слов, насколько я огорчена происходящим. Насколько я разочарована, я не знаю, ну как бы я понимаю, я понимаю, что все идеально произойти не может, но если говорить, например, про нашу свадьбу, по сути у нас все было идеально. Были некоторые косяки, но это были такие маленькие косяки, что мы про них забыли уже там на следующий день, ну, ну, может не на следующий, но мы про них не говорили, не тратили столько времени на них, вот как сейчас. А тут был огромный косяк, в моем ощущении, в моем, ну, окей, просто большой косяк, что огромный, это если бы даже хлопушки не сработали, декорации бы, еб***ь, гроза бы, еб***ь. Не знаю, просто я понимаю, что теперь мне нужно искать видео с телефона, потому что выставлять, ну, и с телефона все криво. Вы просто посмотрите, вы посмотрите, как это говно развалилось, вы видите, у меня нет слов, у меня нет слов, б***ь. Мы такие люди со славой, мы не любим такие праздники делать, ну, типа, для нас это вообще, ну, то есть, сопоставимо свадьбе в масштабах, в том плане, что прям заморочены, прям, типа, ни хера себе мы. Мы устроили торжество, мы такое не любим, мы даже дни рождения толком не отмечаем, мы вдвоем в кафешку сходим, либо на дачу, там, с родителями шашлыки пожарим, как обычный, по сути, выходной проведем, знаете. Мы такое не любим, для нас это и стресс, и заморочки, и нервотрепки, и поэтому, если мы такое делаем, мы хотим, чтобы это прошло классно, шикарно. Не знаю, мы готовы на это потратить там и деньги, и силы, и время, и нервы, но чтобы это прошло хорошо. А в итоге мы все это делаем, и все это проходит плохо. Я понимаю, что я это уже сто раз сказала, но это, представляете, какие у меня эмоции, огорчения, что я просто не могу успокоиться, просто не могу. Я не знаю, когда я успокоюсь, с тортом тоже у нас херня произошла. Вот эти фонтаны резко включились, никто не предупредил, я их не ожидала вообще, вообще. Ну просто, короче, ну вот реально, аж плакать хочется. Понимаю, что сейчас скажут, о господи, ну и трагедия, типа Юля, в жизни такое бывает. Ребята, я знаю, как бывает в жизни. В моей жизни уже чего только не было. И ужасно тяжелые моменты, которые, конечно же, ну вообще даже рядом не стоят с тем, что сегодня просто у нас какой-то вот такой вот не задался момент. То есть это все равно не означает, что вот этот момент, на который мы рассчитывали, что он будет классным, что он должен быть не классным. Чтобы мы там жизни своей не переживали, не проходили, не проживали, ну типа добавлять к каким-то ситуациям, которые уже были, да, тяжелые, понятно, там, потеря кого-то, да, родного, ну вы понимаете, о чем я говорю. Подобавить к этому еще то, что наш праздник вот так вот в какой-то момент не удался, ну типа зачем, зачем мне нужно себя, например, успокаивать тем, что это не самое страшное в жизни. Конечно, это не самое страшное в жизни, да можно все так смонтировать, что и все будет красиво стоять, просто наклепать какого-то, не знаю, франкетштейна стрёмного с разных ракурсов, и будет красота. Вообще никто даже не догадается, что у нас там что-то криво, что где-то что-то не сработало. Скажи о своих эмоциях. Много, ну претензий у меня, много вопросов, и они касаются именно организаторов, потому что, потому что они главные, понимаешь, они решают вопросы для того, чтобы мы об этом не беспокоились. И, типа, такие ответы из разряда, ну, они не виноваты, там, типа, что-то просто так получилось, типа, ну в целом-то все хорошо, типа, на видео все отлично выглядит, или, типа, да это просто она так покосилась, ну в целом так-то она нормально стояла. Вот эти вот ответы, ну, меня не очень впечатляют. Я уже успокоился, просто я... Это уже немножко больше раздражает, знаешь, как будто бы... Еще больше раздражает, потому что мне проще... Типа, типа, все нормально, хотя мы видим, что это пи***ц, ну, типа, это даже, наверное, младенцы, которые у нас были. Я с организатором разговариваю, она меня, она защищает пиротехников. Которые не рассчитали количество классов, поэтому не взорвалось. Я говорю, подожди, то есть, ну, как бы, виноваты пиротехники, и она их начинает защищать, я просто разворачиваюсь, говорю, а, ну, понятно, круто, профессионально. Я разворачиваюсь и уважаю, потому что я не вижу смысла разговаривать, у меня очень это, ну, короче... Ну, да, ты так прям, ну, разозлился, расстроился даже в моменте больше, чем я. Все прекрасно, хлопушки, все красиво, круто, но есть один большой нюансик. Они должны были быть в купе с красками, которые не сработали. И из-за того, что эти краски не сработали, типа, вся проекция пошла по пи***е. И от этого, ну, наши впечатления просто ничтожны. Ну, потому что, ну, мы рассчитывали на вау. И, ну, при том, при всем, что там реально мелочь, кажется, вроде мелочь, она стоит 4 тысячи рублей, это фигня. Но эта мелочь просто испортила все впечатление. Это и самое обидное. Ты помнишь, когда мы были на встрече с организаторами на площадке, мы обсуждали, что наша фотозона не может стоять там просто на траве, и ей нужно поставить вот этот подиум. Потому что все должно стоять ровно. Почему никто не подумал о том, что вот эта зеркальная, на которой стояла кнопка, которая тоже должна стоять ровно на чем-то. Ну, то есть, об этом я, мне, должна была подумать? Для этого и нужны организаторы. И мне, вот в чем прикол, мне было бы более приятно, что ли, как бы более понятно, если бы, ну, организаторы такие сказали, да, наш косяк. Просто из-за того, что они еще начали, типа, защищать... Мне просто нужно... Стойку, она сказала, что она просто покривилась. Я же не дурак! Это и стойка, и вот этот, ну, как бы фейерверк, она тоже начала защищать. Когда мы ехали полтора часа в машине, мы обсуждали то, что у нас просто не сработали вот эти краски. Мы еще тогда, на тот момент, не успели полностью изучить контент, увидеть материал, который записан, ну, вот это все, чтобы увидеть, что там еще криво стоит вот эта хрень. Которая, ну, везде она, везде она, вот так вот, она, блядь, стоит впереди всего, впереди нас. Ну, то есть... Ну, нужно просто принять свои ошибки и объяснить, ну, как-то объясниться, а не вместо того, чтобы принимать ошибки, она начала тупо просто защищать пиротехников, защищать... Я не знаю, зачем ребята так делают, потому что мне, честно, очень непонятно. Я еще не понял, почему прибыла вместо... их должно было быть, ну, двое, а она приехала одна. А куда потерялся второй? Их вообще должно быть трое. Кейт, Лео и Катя, которые менеджер. А где потерялись двое? У них важное мероприятие. Насколько важное может быть мероприятие, если у них есть наше? Не знаю. У них президент, у них кто-то там... Я не знаю, я не хочу сказать, они написали, что это была какая-то важная... Они написали даже, что за встреча, я даже не хочу гуглить, что это за важная такая штука, да, не знаю, там, кто там приехал, может реально президент приехал, руку им пожаловала. Ну, короче, суть не в этом, суть в том, что вот я как представлю, что у нас сегодня была бы свадьба. Нет, подожди, видишь, они профукали нашу площадку, но зато побывали на той, молодцы. Потому что если бы они были на этой площадке и отработали то, что должны были, возможно, этих костяков не было бы. Конечно, я так и написала, типа, ну, ребята, где вообще были бы вы? У меня бы не было вопросов, типа, где были бы вы, если бы все прошло идеально и гладко. Ну, то есть я подумала, ну, как бы ладно, значит, там типа ебать и моя команда. Там была одна Катя. Но она была не одна, а было еще два координатора. То есть они как координаторы, которые следят за всем от команды организаторов. У нас на свадьбе все, кто должны участвовать в этом дне, кто прилагал усилия, трудился, думал, обговаривал, за всем должен следить, все контролировать. Каждый человек просто там контролировал все и конкретные вещи. То есть там следили все за всем. Ну, как-то сказать, не то, что там в итоге что-то пошло, наоборот, все были включены в процесс максимально. Потому что понимали, что этот день, ну, типа, если кто-то испортит этот день, там, невесте с женихом, ну, пипец, типа, вам, я не знаю, что. Этот праздник, как бы я ни говорила, что, конечно, если бы у нас сегодня была свадьба, ну, б***ь, ребята, я не знаю, что я делала. Не, нервов бы не хватило. У меня бы, наверное, сдали нервы, я бы уже, я не знаю, я бы уже разрыдалась, уже бы все сторис, все кружочки, все уже бы просто было в таком, просто сумасшествии. Это был бы скандал, который бы обсуждали годами. Короче, мои впечатления, в общем, они положительные. Типа, мероприятие прошло, все круто, классно, но очень большую ложку дегтя добавляет то, что мы это мероприятие делали ради контента, а контент оказался обосранным из-за непрофессионализма организаторов и их подрядчиков. Вот, это огромная беда. С этим сталкиваются везде часто, ну, и как бы постоянно. Но самим с этим сталкиваться просто неприятно. Я уже отошел, вот, хочу, чтобы ты тоже... Я не смогу от этого отойти. Я Юле сказал, я говорю, стоит вот эта вся история с этими взрывами, с всякими красками, с хлопушками, там, определенную сумму денег. Я за эту сумму денег должен буду просить оператора или кто, монтажера, чтобы он мне красивенько... Графикой нарисовал. Графикой что-то там нарисовал, слева вот этот вот взрыв. Я не понимаю за эту сумму, я мог бы дома на зеленом фоне снять 3D-шку и отдать чуваку, и он бы мне сделал все намного красивее. Ну, конечно, это было бы не то, без гостей, без тех... Я тебе все добавлю на 3D, это не проблема. Почему я должна испытывать такие эмоции, тратить время на эти эмоции, когда я должна лежать кайфовать, пить чай, я не знаю, с маской на лице, ну, просто вот... Я тебе 100% могу сказать, что то, что он смонтирует, будет заметно. Миллион процентов. Я не хочу, чтобы ты переживала, но просто я тебя заранее хочу, чтобы ты была к этому готова. Все, кто испортил у меня сегодняшний праздник, получат свое. Либо незамедлительно. Мы должны были со всеми поздороваться, и ты должна была взять микрофон и сказать, все, кто испортит нам сегодня праздник, получат пи***ь. И все, и тогда бы все прошло замечательно. Да. Я не заслужила того, чтобы... Ну... Никто не заслужил. Да, это, конечно, правда, никто не заслуживает испорченного праздника. Чудный весенний денек. У меня за окном солнце, дача, умиротворение, птички щебечут. Просто благодать. Та благодать, которую я считаю, я давно заслужила. Я эту историю не оставлю просто так, потому что то, что... Сколько мне натрепали нервов эти люди, то какую просто грязь, бессовестность, я не знаю, посмели они выкинуть в мой адрес, в адрес моей семьи. Ну, я это хавать не собираюсь, просто так-то не оставлю, поэтому начитаем с вами, точнее, продолжаем. Этот влог у нас, ну, в предыдущий момент закончился на дне гендер-пати, когда мы приехали домой в шоке, вообще в просто полнейшем шоке. Сейчас я постараюсь коротко рассказать историю о том, что ко мне обратились свадебное агентство, да, организаторы Кейт и Лео. Обратились ко мне в марте с предложением сделать для нас гендер-пати. Они писали и на почту, ну, как бы все эти доказательства есть. Это не то, что там мне очень нужно было с ними поработать, как бы, не, я просто, ну, обратились, я рада, думаю, класс, не будет головняка, организаторы, все, мне организуют классно, праздник. Тем более, что у меня как раз времени совсем мало, чтобы думать о том, как бы там все организовать. Но, как говорит, скупой даже временем платит, дважды своим временем, потому что лучше бы я сама все как-то, не знаю, как организовала, ну, как-то, да, с помощью там родных, друзей, чем вот такое. Ну, да ладно, уже ничего не вернуть надо. Они мне написали и в директ, и Катя, их менеджер, написала в директ, и сами Кейт и Лео, их страницы, написали в директ предложение, что давайте сделать для вас праздник, мы уже работали с блогерами, поэтому знаем какую-то там специфику. Я так и не знаю, что за специфику они знают. Когда я была с ними на встрече, на самой первой встрече, они мне там сказали, что они уже с блогерами работали, и, ну, как бы, дело это такое себе. В том плане, что не все блогеры порядочные, но на самом деле дело тут абсолютно не в блогерах, дело в людях, просто не все люди порядочные, не все люди выполняют свои условия, обязательства и какие-то договоренности. Я не из таких людей. Если мы договорились о чем-то, я это делаю. Именно поэтому я уже очень много лет работаю в этом бизнесе. Со мной работают крупные бренды, большие компании, что только в моей жизни уже не было, и меня уважают в сфере, я не знаю, менеджеров разных крупных агентств. То есть все про меня знают, я не какая-то там кочерыжка, инстателочка, не знаю. Я, ну, как бы, человек, можно сказать, с большой буквы. Я никогда себя выше кого-то не ставлю, нет, но просто в этой ситуации я не могу не прокомментировать то, что я действительно не какая-то там девчонка с улицы, знаете. Я уважаемый человек. Подписчики могут про меня где-то что-то думать, что я там такая-сякая, но если говорить в плане ответственности, то, что я должна выполнить, да, перед рекламодателем, клиентом, я всегда все выполняю. И всегда все это делаю в срок. И тут, как бы, понятно вам, может, вы и не спросите, да, но вот с кем я не работаю, очень часто я получаю, там, через менеджера какие-то приятные сообщения о том, что, ну, вот такое вообще впервые, чтобы так быстро, качественно, классно и от души. Вот, то, насколько я, ну, как бы, ответственный человек. На первой встрече, которую вы все видели, я выставляла вконтакте видео, мы с Лео в основном с ним общались. О чем договорились? Что они делают нам классный праздник, находят площадку, фотографов, ну, короче, просто собирают крутую команду подрядчиков, чтобы, ну, мы этим не занимались. Они делают свою работу классно, идеально, я им делаю хорошую рекламу, говорю, что они молодцы, посмотрите, какой классный праздник они нам устроили. Ну, логично же, зачем мне врать? Если бы люди сделали мне хороший праздник, ну, зачем мне выдумывать скандалы, вот мне это надо? Кто-то подумает, что мне это надо, но поверьте, мне это абсолютно не надо. У меня уже даже глаза от них дергаются, мне это нахрен не надо. Короче, у нас было одно самое главное условие, что они делают свою работу качественно, я делаю свою работу качественно. Они попросили меня даже, чтобы я сделала им рекламу до того, как они вообще хоть что-то организовали. То есть, в день того, когда мы с ними побеседовали, я уже тогда выставила себе сториз с их отметкой, в Телеграм рассказала, выпускала влог ВКонтакте о том, что мы с ними делаем праздник. Это с учетом того, что они еще палец о палец вообще не ударили. То есть, я сказала, мне вообще не жалко, ну, типа, я готова сделать там рекламу, рассказать, мне не жалко, вы мне просто сделайте хороший праздник, будьте хорошими людьми, ответственными, да. Так качественно выполнять свою работу. Все, все, я их отметила, сделала рекламу, все в курсе, что вот Кейт и Лео будут делать нам праздник. Все в предвкушении узнать, как же пройдет наш праздник. Перед тем, как я начну рассказывать вообще просто жесть полнейшую того, что начало происходить потом, я хочу сказать, что я верю, что у них были удачные проекты, удачные мероприятия. Я не говорю, что все праздники, которые они делали, они 100% были провальные, такие же там, как у нас, с кучей косяков, и еще вот с таким хамским потом отношением, бесстыжим. Бестыжие это просто идеальное слово, я не знаю, которое описывает этих людей, по моему мнению. Я верю, что были успешные проекты. Ну, реально, почему нет? Верю. Но просто, видимо, там вот карта сыграла так, что все сложилось. Из-за того, что у нас были какие-то косяки, и я высказала свое недовольство, организаторы посчитали нужным и вообще возможным обсуждать меня, мою жизнь, мою семью в интернете, выставлять какие-то похабные сторис, мы сейчас к этому придем, и еще и нагло врать, просто нагло врать. Короче, у меня тут даже все законспектировано, потому что я записывала видео для Кати Коносовой, когда я все записала по плану, чтобы ничего не упустить, ничего не пропустить. Это делалось не потому, что у меня там, знаете, есть цель, как можно жестче им ответочку сделать, нет. Потому что я считаю, что такую мерзость нужно прокомментировать досконально и ничего не пропустить. Короче, мы с мужем хотели салют. Мы хотели с помощью салюта узнать пол-ребенка, потому что это красиво, вау-эффект. Мне все, что нужно было от этого дня, от этого праздника, то, что я хотела, это красивое видео. Я хотела красивый классный контент, потому что там они обвиняют то, что мы это ради контента делали. Если честно, я ей-богу не понимаю, для чего еще на гендер-пати тратить такие большие деньги. Вот я не понимаю для чего. Мы потратили и деньги, и время, и нервы, и все только ради контента. Потому что, как я уже неоднократно сказала, узнать пол-ребенка можно да где угодно. Хоть на УЗИ у врача, хоть, не знаю, дома с родителями тортик разрезать, лопнуть шарик. Это все как бы для себя можно сделать как хочешь. Но мы конкретно хотели сделать для контента классный видос. Вау, клево. Почему нет? У нас что, много в жизни поводов для того, чтобы устроить какое-то там и мероприятие, и, ну, как сказать, такой инфоповод приятный. Потому что, вы знаете, я, ну, у меня если инфоповод, то он обычно только приятный. Там беременность, не знаю, пол-ребенка. Потому что мне вот эти хайпы, вонючки всякие, я это не люблю. Там грязь какую-то. Мы хотели салют, площадка, к сожалению. Сказала, что нельзя салют. Мы расстроились. Я сказала организаторам, что у нас должна была быть встреча уже на площадке. Встречаться, чтобы посмотреть саму площадку, вообще пройтись там, посмотреть, подумать. Я им незадолго до нашей встречи, за сколько-то там дней, сказала, что, ребят, мне нужно понимать, для меня самое главное, это понять, какой будет у нас вот этот важный кульминационный момент, ради которого вообще все. Просто переживаю. Для меня очень важно, чтобы было красиво, классно, поскольку все-таки это, ну, такое мероприятие важное для нас. И я переживаю, чтобы в итоге все было классно. Вот, поэтому очень важно понять, что смогут сделать пиротехники, насколько у нас может получиться на этой площадке супер-классно. Потому что если у нас не может получиться там сделать супер-классно, то не вижу смысла туда ехать. И хочу знать вообще, какие у нас идеи для наших гостей там с ведущим, о чем мы будем болтать. Какая у нас музычка будет на фоне играть. Не знаю, где что, как будет стоять. Мне это до фени. Мне сначала главное утвердить момент, как мы будем узнавать пол нашего ребенка. Потому что это единственная причина, ради которой мы потратили 360 тысяч рублей из своего кармана. Потратили кучу времени, нервов. Вы знаете, сколько я ездила с теми же платьями, носилась, искала. Прически, макияжи, реснички. Все это, блин, готовилось к празднику. Я могла ходить на массаж для беременных в это время. Могла лежать, кайфовать, не знаю, херней страдать. Но нет. Я занималась вот этими делами. И для меня это не то, чтобы там приятные хлопоты. Это все равно заморочка и геморрой. И когда ты такое делаешь, ты хочешь, чтобы у тебя праздник прошел на ура. Чтобы все было идеально. Поэтому, не знаю, поймете вы меня или нет. Но я думаю, что тут любому было бы неприятно. Прикрепляю вам видео того, как мы хотели узнать пол ребенка. Но так нельзя через салют. И поэтому организаторы, в общем, скидывают вот такое видео. И говорят, что есть вот такая альтернатива. Краски Холли. Все вообще круто. Вот как на этом видео. Только у вас будет в 5-6 раз круче, выше. И будет вообще вау. Восторг. Мне понравилось. Я думаю, красиво. Они еще написали, что будет много конфетти. Единственное наше желание было, что мы хотим вау. Вот как раз мы уже звонили. Наши организаторы предложили вот такую идею. Она абсолютно нас устроила. Потому что по видео, ну, то, что мы видели, было прикольно. Красиво. И если представить, что это еще и мощнее сколько-то раз, то это вообще вау. Ну, то есть я думаю, блин, ну, будет круто. Может, даже круче, чем салют. Ну, то есть выход, крутой выход из ситуации. Все. Вообще проблема решена. Причем я им написала, что типа, что там пиротехники вообще как, что, кого. Все ок. Потому что тут вопрос был в них. И организаторы мне не один раз говорили, что им нужно обсудить с пиротехниками. Получится сделать такое, не получится. И вообще, что можно сделать. И как бы все, ну, как пиротехники отвечают за эти все взрывы, разрывы, бабахи. Потому что это их работа. У них на это должны быть какие-то сертификаты, не знаю, еще что. То есть это как бы серьезное такое занятие. Не дай бог, что не так сделаешь, блин, разорет кому-то что-то. Да? В кого-то улетит, кого-то оставит просто коллегой. Я не знаю. Изуродует. Ну, короче, это такой момент, что тут как бы нельзя быть непрофессионалом в этом деле. Невозможно это. Но это в моем понимании. Они сказали, что все ок, все круто. Пиротехники говорят, ок, классно. Просто вот даже если логически подумать, если бы мне кто-то сказал, типа, ребят, есть вероятность, что что-то не сработает. Вот есть как бы риск, что что-то пойдет по жопе. Может, все-таки другой вариант посмотрим. Может, другой вариант продумаем. Да кто б... Я бы сказала спасибо, что вы подумали о том, что могут быть какие-то риски, что что-то пойдет не так. Для нас этот день важен. И лучше мы что-то другое придумаем. И сам этот момент важен. Лучше мы что-то другое тогда придумаем. И сделаем по-другому, чтобы все прошло хорошо. Без приколов. Никто из их агентства, пиротехники, с которыми они общались, не намекнул ни разу на то, что что-то может отсыреть. Краску переложить. Для меня это сейчас... Я уже сейчас не нервничаю. Я просто сейчас в шоке до сих пор нахожусь от того, что я таких людей не встречала. Вот я только недавно перестала просто о них думать. Вот так вот, чтобы постоянно, типа, не, ну как же так? Ну какие же люди? Вот реально, вот я сейчас говорю, у меня даже глаз дергается. Короче, никто ни о чем не подумал. Просто все сказали, что все будет круто, классно. Будет эффект вау вообще. Все будут счастливы, довольны. И погнали. Все, я говорю, ребята, погнали, работаем. У меня настроение класс. Хоть я и заколебанная, но я знаю, ради чего все это. Мы, значит, с Настей, с моей подружкой покупаем мне одно платье. Дома я решаю, что оно недостаточно крутое для такого торжества. Надо поехать взять еще себе платье. Еду аж в свадебный салон. Один до гендер-пати. Мы со Славой приезжаем в Атриум. Ищем ему эти туфли коричневого цвета, чтобы подходили под его костюм. Потому что у него были только черные. Ну, то есть, это типа, знаете, все хочется, чтобы было идеально. Чтобы мы были красивенькие, классненькие организаторы. Все их сотрудники постоянно подчеркивают, что все было бесплатно. Что это было бесплатно, бесплатно, бесплатно. Вот мне хочется просто взять, я не знаю, что, дубинку и по башке стукнуть. Какое нахер бесплатно? Вы бесплатно, то, что вы там делали бесплатно, обосрали мне нахер все. Облили меня говном просто, помоями, после праздника. И это вот ваше бесплатно? Да засусьте себе его в жопу. Я бы лучше заплатила, блин. Мы и так потратили 360 тысяч, я повторюсь. Мы потратили на гендер-пати 360 тысяч. Я когда рассказывала некоторым своим подружкам, сколько мы собираемся тратить на праздник, в котором мы узнаем полребенка, люди тратят 5 тысяч, бляха-муха, покупают баллончик с вау, понимаете? Вот так, пшшш, ура, праздник, все. Им этого хватает. Еще едут шашлык покупают, например, на даче с родителями. Как и мы думали, что может быть сделать так, но потом решили, да ладно, сделаем круто, клево, что, долгожданный малыш, повод как-то, не знаю, сделать контент классный, вообще собраться всеми. Ну, прикольно. Короче, много сложилось всего за, почему бы и не сделать реально крутой праздник. Моя реклама стоит абсолютно не дешево. Не знаю, в курсе вы или нет, уж цены я вам рассказывать не буду, но она абсолютно не дешевая. И, конечно, я всегда благодарю своих подписчиков, свою аудиторию, то, что вы меня смотрите, вы меня любите, там, не знаю, лайкаете, охваты мне поднимаете. Я вам за это безумно благодарна, потому что от того, насколько у меня большая аудитория, большие охваты, от этого как бы и создается, собственно говоря, цена, ценность, да, моей рекламы. Потому что у меня реклама действительно не дешевая. Я уж не хочу так говорить, но моя реклама стоит куда дороже, чем услуги организаторов. Но суть не в этом. Бартер бывает, как бы, несопоставим, да, цене услуги, например, да. Ты можешь, грубо говоря, там, я не знаю, с шоурумом одежды я сотрудничаю, они мне, например, дадут одежды, я не знаю, на 50 тысяч рублей. Но я им сделаю рекламу, например, на 350 тысяч рублей. И меня это устраивает, мне не жалко, ну, как бы, классно, чё, а чё нет-то? Всё равно люди будут спрашивать, типа, Юля, откуда у тебя там кофточка, откуда у тебя платье? Я всё равно скажу, даже если бы не сотрудничала, а купила бы за деньги это платье, например. Это просто пример. После гендер-пати, когда мы приехали домой, я охренела, понятно, всё это увидев, я написала в чат организаторам, что это трэш, это шок. На что Лео, да, вот Кейт и Лео, которые Лео пишут, с намёком на то, что надо сместить фокус на позитив, потому что, ну, не было дождя, никто от чужой не пробрался на территорию, чё ещё, чё ещё. Все конфетти сработали, то есть, ну, зачем вы обращаете внимание на то, что 5 из 6 хлопушек не сработали, криво у вас там стояла статуя, на которой стоит кнопка. Ну, типа, знаете, я такая вся красивая в свадебном платье, которое стоит, кстати, 50 тысяч, ну, просто, типа, знаете, конечно, это я всё вот так вот деньгами-деньгами, но просто я хочу вам как-то передать уровень того, насколько мы готовились, чтобы всё было шикарно, идеально, чтобы всё было эстетично, красиво, чтобы никакой кривой кнопки там не стояло, чтобы всё сработало. Да, я была в кроссовках, но мне простительно, я беременна, блин, на третьем триместре. Муж мой тоже в костюмчике наряженный, в костюмчик под него подшитый, в туфельках, с иголочки такой, знаете, мы наряжены, готовы, в хорошем настроении, счастливы, на нас смотрят наши родные, друзья. Нас должны снимать две профессиональные камеры, просто охерительно. Одна горизонтально, другая вертикально. Что горизонтальная камера, что вертикальная камера. Ну, я не знаю, может быть, никто не решил протестировать этот момент, посмотреть, какой будет кадр, как он будет выстроен, этот кадр, до того, как мы пришли на локацию. Для меня это загадка, потому что я лично не понимаю. Я не видеограф, я не фотограф, но я работаю с камерой, с фотокамерой, с телефоном. Я как блогер, да, я многофункциональный человек в этом плане. Человек, который работает с камерой чаще всего. И я вот просто понимаю, что для меня не прочекать, как это будет все на кадре, в самый главный момент, немножко непонятно. Просто для меня такие вещи, они очень важны в том плане, что когда ты к ним готовишься, как к свадьбе. Ты не можешь обосраться, ну не можешь ты просто, как я это понимаю. Ну, я, может, человек просто ответственный, я не знаю. Короче, никто ничего не посмотрел, никто не проверил, что там криво что-то стоит, никто. Никто не вздумал даже догадаться, вот так вот камеру поставить, вот так вот поставить, посмотреть, как мы будем стоять, что там вообще по картинке получается. Никто об этом не подумал, об этом, видимо, должна была думать я. И когда я написала организаторам и вообще в чат, что, типа, ребят, почему эта хрень стоит криво? Ну, почему она стоит криво? Ну, такого не может быть. На что мне русским языком ответили, что я нанимала не установщиков коробок, а организаторов. Понятно? То есть об этом должна была думать я. Когда я нанимаю организаторов, я не должна думать, по сути, ни о чем, кроме того, какое платье мне выбрать. Не знаю, во сколько ко мне придет девочка делать макияж и прическу. И что я поем на завтрак в этот день, например, понимаете? Вот когда я обращаюсь к организаторам, и это с учетом того, что все равно я кучу всего продумывала, обдумывала, потому что это же мне надо, это же как бы наш праздник, да? Это же не организаторам надо по итогу. У меня же, понятно, спрашивали, какой контент мне нужен. Я говорю, мне нужно, чтобы снимали видеорепортаж, чтобы задавали вот такие вопросы нашим гостям. Можно еще что-то там задавать. Но самые главные вопросы, которые, понятное дело, на таких мероприятиях, это мальчик или девочка, там, не знаю, еще что-то, какой-то интерактивчик, что был. То есть это вот как бы какие-то такие моменты, которые мы обговариваем, понятно, до мероприятия. Перед нами, можно сказать, извинился Лео. Это было, по-моему, через сутки уже после праздника, когда мы уже, можно сказать, начали переходить из Сюси-Пусечки. Привет, ребята! Типа, ну это капец. Ну это реально капец. Я, типа, в шоке просто в полнейшем. Вот когда мы уже начали переходить вот на такие настроения, потому что было ясно и очевидно, что все вообще по жопе пошло. А тогда уже, ну как бы, Лео решил, что, ну, наверное, ну, наверное, ну, не знаю, опять же сомнения есть, что, типа, ну, как бы мы, ну, как все-таки извиняемся. Такое, просто я это расценила, вот реально как. Я все ждала, думаю, ну, когда же вы хоть чуть-чуть-то извинитесь-то, ребят? Ну, серьезно, нет, вообще ни намека на это не было. Если ты извинишься, искренне скажешь то, что ты был неправ, что это твоя вина, не знаю, постараешься ее как-то загладить. Тут люди вообще ничего не хотели сделать, вообще просто. Хотели у меня адресок мой выманить, чтобы мне прислать цветы. Я почему это расценила как какой-то плевок, потому что до вот этого предложения была куча всяких таких, знаете, неприятных вещей, типа, ну, вы не установщиков коробки заказывали вообще-то, типа, мы за этим следить не должны были. Мы вообще молодцы, потому что мы там что-то свое еще привезли. И, ребята, вы о чем, блядь, вы должны были сделать этот праздник идеальным, а не так, что мы вообще-то что-то свое привезли со склада. Не знаю, что они там привозили, но это трэш, это просто пи***. В общем, ладно, переходим к следующей главе нашей истории. Такого я вообще не ожидала. Я, знаете, как думала, что наша вот эта вот, типа, конфликтная такая ситуация прекратится и закроется? Я в своем блоге расскажу о том, что мы сотрудничали с такими организаторами, они нам нашли непрофессиональных пиротехников, которые все испоганили. Скажу там какие-то мелкие косяки, которые были, а они были, вот, ну и все, ну, замянем. Организаторы там, может, где-то скажут, ну, я думала, может быть, да, так, бывает, люди говорят, типа, извините, публично, да, типа, нам жаль, наша вина. Ну, просто организаторы ничего не готовы были ни решить, ни предложить, ни как-то вот реально искренне принести какие-то извинения, кроме как предложить. А отправить мне какой-то букет в качестве комплимента. Кто-то, возможно, подумает. Я рассказываю, как есть, мне незачем что-то выдумывать, придумывать. Кто-то скажет, блин, вообще, типа, ни хрена себе, тебе что, мало букета? Да зачем мне букет? Как мне букет изменит, ну, как бы то, в чем люди накосячили и даже своевременно не подумали о том, чтобы попросить какое-то прощение, не знаю, признать нормально свою вину. Сказать, что да, вот так и так, нас не было, мы виноваты, мы должны были присутствовать. Их не было, они были на каком-то тренинге. И они так об этом тоже писали, что, типа, ну, мы вписались там в какую-то тему крутую. Че теперь из-за этого? Ссориться, что ли? Сука. Просто трешняк. После праздника, буквально спустя сутки, я, понятно, вся на эмоциях, на шоке полнейшем, сделала у себя в Телеграме пост. Я думаю, что вы его помните, потому что после этого поста все начали ждать, что же там, да что же там. Ну, даже не то, что после этого поста, а после того, что вытворяла их сотрудница, после этого все начали ждать, что же я на это отвечу. А я ничего не отвечала. И, ребята, мои хорошие, я сейчас еще раз скажу, это очень важный момент. Обратите свое внимание, что до самого вот этого момента, либо там у Кати Коносовой, да, пока видео не вышло, не знаю, либо уже вышло, единственное, где я хоть что-то, что-либо вообще сказала про организаторов. Сказала, в чем они были виноваты. Сказала, что я о них думаю, что я думаю про их сотрудницу, какие у меня вообще мысли. Даже я их в интернете нигде бессовестными не назвала в соцсетях. Вот здесь, на видео, и у Кати Коносовой, это было сделано впервые, что я про них что-то сказала. Пост, который я писала, он относился к пиротехникам. Но они реально виноваты. И, кстати, вот их сайт, вот их компания, этих пиротехников. Я, когда нанимаю пиротехников, хоть и через организаторов, да, которые нам их привели, но я жду получить результат, качественный результат. Их работа, она не может быть... Ой, случайно что-то пошло не то. А если это упадет и разорвется, не знаю, полетит в какого-то ребенка, разорвется? Это невозможно, невозможно. Просто это немыслимо. Для меня это вот так, потому что это работа с взрывными, разрывными разными сооружениями и устройствами. И она не может быть вот такой... Ой, что-то не лопнуло, что-то не сработало. И хорошо, что оно просто типа не сработало, упало вот так вот вяленько, и все. А если бы оно разорвалось как-то жестко? Я же не знаю, я не профессионал в этом деле. Поэтому я нанимаю людей, которые должны сделать это правильно, качественно и по ГОСТу. А что я получаю? Организация, к которой я не рекомендовала бы обращаться. Но если вдруг вам очень хочется, то на свой страх и риск. Я у себя в телеграме рассказала о том, что это капец. Что пиротехники нам все испортили. Что у нас все вообще пошло не так, как хотелось. Что я этого не прощу. Ну, понятно, я, блин, грузинская беременная женщина на эмоциях, в шоке вообще. Единственное, что не дало мне расплакаться просто, это чувство вот этого вот, я не знаю, злости. Вот это ужасное, это ужасное чувство. Но это единственное, что не дало мне просто взять, разрыдаться. Сейчас еще я буду плакать из-за вас. Нихера подобного. Я собрала всю свою волю в кулак. Я, сука, это так не оставлю. То, что люди так довели меня, не подумав ни обо мне, ни о моем ребенке, и с таким отношением все сделали. Я вот, говорю, недавно в телеграме отвечала своим подписчикам. Кто-то спросил, Юль, ты стала более плаксивой в беременности или как? Я говорю, какой плаксивый? Всех просто размажу, блин. Я стала такой вот этой мамкой, которая будет ходить, спрягаться за своего ребенка. И это, блин, ничего, не знаю. Я реально стала более жесткой, наверное, можно так сказать. Но жесткой не в том плане, что я, знаете, сужу как-то, не знаю, не по совести что-то делаю. Просто от балды, не знаю, про всех говорю какие-то вещи, что этот неправ, этот плохой. Нет. Я человек, который живет по совести. Если кто-то облажался, что-то испортил, я это скажу. Если кто-то молодец, я так и скажу. Это молодец. Мне не надо придумывать просто так. Зачем? Мы все ходим под Богом, ну, как вот, да, я так скажу. И у всех там свой будет суд. И я точно не судья. Но прокомментировать то, что я вижу, то, как я чувствую, я прокомментирую. И, конечно, я вся расстроена на эмоциях, на нервах. Я это так просто не оставлю. Я скажу спасибо всем, кто в этот момент, ну, можно сказать, отключил голову. И, ну, как бы отнесся халатно. Я отнесся не серьезно, не так, как должен был отнестись к этому моменту. О чем я в тот момент думала, когда писала этот пост? О том, что организаторы нашли нам непрофессиональных пиротехников. Организаторы их там, не знаю, кураторы, которые были на площадке, за которых мы тоже заплатили деньги. Кстати говоря, а то они там все кричат, что все было бесплатно, все было бесплатно. Они не проверили, как минимум, чтобы эта статуя стояла ровно. Ну, никто об этом не подумал, потому что зачем. Об этом должна была думать я, либо там какие-нибудь установщики коробок, которых мы должны были нанять. Видеографы не подумали о том, чтобы посмотреть, как будет выглядеть этот кадр. Самый важный момент, когда там будем стоять мы с мужем, нажимать на кнопку, что-то будет взрываться, красота. Никто не решил там снять у объектива крышечку, посмотреть, как это все выглядит, раскрыть коробочку. До того, как мы приехали, потому что большая часть команд... Ну, все, вся команда, да, кто работал на площадке, приехали на площадку до нас, до приезда гостей. Это можно было вообще легко сделать. Ну, фотографы, что сказать? Фотографы тоже, я считаю, в этот момент, не знаю, что, переволновались, может. Хотя в целом, я так скажу, в целом, что видео, что фотоматериал, я не могу сказать, что он плохой. Я так не скажу. Но и не могу сказать, что я довольна прям на 100%. И это не потому, что, я не знаю, типа, вот мне что-то испортили, поэтому я всем недовольна. Нет. Фотографы, что мне не понравилось? У нас есть изумительный вау-кадр, за который действительно я могу сказать спасибо. Но исходник этого кадра кривой, супер заваленным горизонтом. И мне непонятно, почему так произошло. Почему у нас все фотографии с вот этого момента, когда куча конфетти, мы с мужем стоим в этих конфетти, ну, просто невероятно красивый кадр. Я не понимаю, почему у всех завален горизонт. Другой фотограф вообще снимал со спины, там тоже были бы очень классные кадры. Просто я считаю, что, как сказать, они как бы сделали свою работу, но не могу сказать, что вот для такого момента они как фотографы, типа, молодцы. То есть они просто вот то, что фотографировали фоторепортаж с праздника, снимали, мне понравилось. Хотя я считаю, у нас там был момент такой, на фото зону у нас стоял отвратительный, ужасный, жесткий свет. Мы об этом сказали сразу, как только приехали на площадку, что очень жесткий свет. То есть он просто сильно бил сверху свет. У меня вот здесь под глазами тени были от ресниц. Ну, то есть к тому, что свет был плохо поставлен, очень жесткий. То есть он должен был быть мягким, чтобы все фотографии, что на телефон, что на камеру, получались хорошими. В итоге у нас все фотки с жестким светом, с тенями там от носа, еще что-то. Ну, то есть как бы я там, подружки мои, да, моя мама, мы все как бы с этого в шоке, потому что мы не понимаем, типа, а почему нельзя было поставить нормально свет. Понятно, кому-то пофиг на это, но лично для нас это тоже момент, ну, типа, а почему нельзя об этом подумать, почему... Ну, то есть, как сказать, было очень много косяков, и все эти косяки, понятное дело, я перекладываю на плечи организаторов, потому что это их команда, их люди, их фотографы, видеографы, их пиротехники. Все, это все их работа. Убедиться, что свет хороший, не знаю, убедиться, что фотографы там сфоткают ровно, например, в момент. Ну, как бы это они привели нам всех, всю команду, все. Так, Слава приехала, я сейчас перекушу и продолжу. Мой любимый момент с тортом, его тоже не могу не прокомментировать. В общем, мы, собственно говоря, договорились с организаторами, что мы будем резать со Славой торт. Таким образом мы снимаем видео, и наши подписчики думают, что таким образом мы узнаем пол ребенка через торт. То есть, такая вот игра. Игра на камеру, игра там для поднятия охватов, еще что-то. Не знаю, просто прикольный моментик, контентик и так далее. И нам делают в подарок вот такие вот фонтаны, которые рядом с нами зажигаются, горят. И все вообще круто, классно, вообще все бы ничего. Когда вся команда знает, что мы это делаем для контента. Во-первых, очень резко, быстро включаются вот эти фонтаны. Мы пугаемся, я пугаюсь, потому что я даже не ожидала, что будет такой хлопок, а был прям хлопок. Можно, ребята, пожелись, но вы сейчас? Не знаю, на видео, может, это не слышно, но в жизни я испугалась. Это видно по моему лицу. Слава, у которого в руках был огромный просто бляха-муха-тесак, можно сказать, нож, тоже испугался. И это тоже было видно по его лицу. У нас там на фоне еще, ну, сзади, да, за камерой были дети, родители. Все испугались. Дети испугались, родители за детей испугались, наши родители за нас испугались. Короче, просто обосрались в этот момент все. И, наверное, это тоже должна была контролировать я или мой муж. Типа, когда включатся фонтаны. Короче, это произошло очень резко, быстро. Я специально вам вставляю момент, где видно, что я вообще там как будто что-то говорю. Что вы скажете? Можно, ребята, пожелись, но вы сейчас? Просто, чтобы у вас было понимание того, что никто вообще даже не подумал сказать, там, сейчас включим фонтан, давайте, 3, 2, 1. Ну, хоть что-то, учитывая, что все знают, что мы это делаем для контента. Так вот, не видеографы, не виде... Ну, фотографы, наверное, уж впоследствии-то успевают сфоткать, но, например, видеографы нам нормально не сняли этот момент. Ну, как бы сняли, но учитывая, что мы обсуждали, что нам это нужно для рилсов всяких, все, что мы снимали, да, там, не знаю, вот этот момент я специально двум видеографам на созвоне сказала, что один снимает горизонтально для влога, другой снимает вертикально для рилсов и так далее. Мне нужно 2 крутых видоса на профессиональную камеру, что получила в итоге я. Вы знаете, что я получила, поэтому я не буду еще раз говорить. Момент с тортом тоже никто нормально не снял. Ну, то есть, да, там есть кадры такие уж красивые, там, ближе к концу, когда мы уже порезали, но это не то, что я хотела. И, окей, кто скажет, да, типа, просто у тебя какие-то замашки царские, что-то ты хочешь там. Окей, ради бога, просто я все равно констатирую факт, что я недовольна. Константин. Из-за того, что очень резко включаются вот эти фонтаны, мы не успеваем ни собраться, ни договориться, где этот торт начинает резать, потому что он там с какими-то шариками твердыми. Ну, короче, его еще нужно умудриться нормально порезать, потому что это сложно. Нужно успеть, раз уж у нас такой подарок в виде фонтанов, нужно успеть порезать его в момент с фонтанами, красиво поднять. И мы должны были сделать реакцию, что мы с помощью торта узнаем пол ребенка. Ну, типа, сыграть на камеру, как-то узнать, типа, в итоге мы режем торт, я вся на нервах там, Слава не может этот торт нормально порезать, он тугой, время идет, фонтаны начинают гаснуть. Я понимаю, что я уже забыла о том, ради чего мы это все снимаем, что мы снимаем этот момент и режем этот торт сейчас для того, чтобы сделать реакцию. И в итоге, в самом конце, когда уже потухают фонтауны, я такая поднимаю, типа, вау, как круто! Уже прошло, блин, 9 дней праздника, но я до сих пор хочу и говорю, что столько было косяков, просто столько косяков. Организаторы там потом начали говорить, что вот там кольцо не раскрылось на Олимпийских играх, ну, типа, знаете, еще куча всего там, что было в этой жизни, где-то были какие-то факапы и так далее, вообще, не надо на это обращать внимание, живите там радугой, бабочками и так далее. Ребята, что за хрень? Я сомневаюсь, что человека, за которого не раскрылось там какое-то кольцо на Олимпиаде, я сомневаюсь, что его погладили по головке, да? Мы не знаем его судьбу вообще-то. Если бы не фатальный вот этот последний косяк и впоследствии выходки организаторов и их сотрудниц, я бы, конечно, так долго не сходила с ума и не находилась бы в шоке с этой ситуацией. Сумасшедшая часть этого рассказа заключается в том, что подписчики присылают мне вот такой скрин. Конечно, у меня подписчики это просто какие-то шерлоки, я не знаю, какого уровня. Я не знаю, как они это нашли, я бы даже не нашла, наверное. Я бы не увидела этого даже, поэтому я в своем телеграме делаю пост. Ребят, я вас так люблю и вообще спасибо вам огромное. Вы мне так помогли и не один раз. Даже не представляете, насколько. И вот это тот самый момент, когда я признаюсь в любви своим подписчикам, своей аудитории, которые, во-первых, защищали мою честь и достоинство и нашей семьи в этой истории всей грязной. Во-вторых, прислали мне эти скрины, дали мне вообще возможность узнать, что какие-то девочки что-то там такое себе позволяют вякать вообще в мою сторону. Скрин, собственно говоря, одна из координаторов от агентства, Кэти Лео, ходила там у нас на праздники и, собственно говоря, слушала, кто с кем о чем говорит, что я говорила своему мужу. Понятное дело, что это, конечно, ее дело, ее это очень сильно касается, волнует вообще. Она должна быть в курсе всего, о чем там разговаривают. Также обвинила, что вся вечеринка у нас ради контента, ну, то есть только ради этого. Души, там, любви, искренности в этом нет. Их, как организаторов, также не должно вообще волновать. Для чего, почему, ради чего мы делаем какие-либо праздники, там, не знаю, для контента, не для контента. У них есть одна задача, это качественно выполнить свою работу. Но они этого делать не умеют, зато отлично умеют подслушивать чужие разговоры. Они там очень часто, постоянно пишут о том, что все было бесплатно, бесплатно, бесплатно. Но я еще раз этой девочке хочу объяснить, что Бартер, это не бесплатно. Когда все эти сторис начали до меня доходить, я подумала, знаете, что это, ну, не знаю, какая-то, не то, что там розыгрыш, я просто подумала, что Кейт и Лео, наверное, сейчас спят, потому что это было в 5 утра. Кейт и Лео, наверное, сейчас спят. Их сотрудница просто, я не знаю, с чего, с какого перепуга решила, значит, сделать вот такие классные сторис. И я почему-то думала, что сейчас, когда Кейт и Лео проснутся, они ей вообще объяснят, что, типа, ты в своем уме, ты что творишь? Но я потом только поняла, что это все они вместе задумали, что у них был вместе такой план. Потому что она там писала о тех вещах, о которых мы переписывались лично с Лео, то есть не в чатике даже. Потому что я Лео написала, что вы должны были все отрепетировать сто раз, все проверить сто раз. И она там еще писала, типа, она когда-нибудь, ну, типа я, где-нибудь вообще видела, чтоб салюты репетировали? Да я это видеть не должна, я должна получать по итогу качественную работу уже на площадке. Салюты они пусть у себя дома репетируют, и все эти хлопушки, я про пиротехников. Потому что, когда они приезжают ко мне на площадку, я должна уже видеть идеальный, просто идеальный, без косяков, момент. Также написали о том, что работать с блогерами это неблагодарная вообще такая вещь, неблагодарное занятие. И я вам уже рассказывала о том, что самая ржака заключается в том, что именно они мне написали. Оказывается, что это неблагодарная вещь. Ну, что ж вы такими неблагодарными вещами тогда занимаетесь? У меня к вам вопрос. Реклама, которую я должна была делать для организаторов, заключалась в том, что, ну, это ни для кого не секрет, я в день гендер-пати выставляла сториз. Что я говорю, ребята, блогеры, мои коллеги, артисты и так далее. Да, все-все-все, медийные. Кому нужен классный праздник, там, не знаю, презентация клипа. День рождения, гендер-пати, свадьба, что угодно. Пишите Кейт и Лео по бартеру с вами сделают классный праздник. Они открыты в сотрудничестве и все вообще будет классно и клево. Вот такую рекламу они у меня как бы запросили. Я говорю, окей, хорошо. Потому что им нужно было привлечь именно в свою, ну, как для своего портфолио, для работы вообще, в принципе, именно блогеров, медийных людей. И это неплохо, это нормально, понятное дело. Тем более сейчас сезон свадеб, все, ясен фиг, я их прекрасно понимаю. Нужно сделать с блогерами праздник, чтобы потом как бы привлечь в большую аудиторию людей, да, не медийных, например, у кого там тоже свои праздники, дни рождения, гендер-пати всякие и так далее. Но, как видите, для Кейт и Лео это неблагодарное дело работать с блогерами, я думаю, в принципе, с медийными людьми, но почему-то они яро этого хотят. Какие-то прям, я даже не знаю. Сами себе хуже, что ли, на зло кондуктору пешком пойду. Не хочу работать с блогерами, они вообще неблагодарные все это дело, но очень хочу с ними поработать, потому что надо. Следующий скрин просто, ну, это вообще, я такого, честно, ну, я в шоке. Ну, я постоянно, наверное, это говорю уже, не знаю, посчитайте потом в комментариях, сколько раз я сказала, что я в шоке. Организаторы-то наши и вообще вся их компания гордится тем, какие они добрые, честные, вообще справедливые. Они, между прочим, не какие-то там шарашки на конторы, они держат свое слово никому, абсолютно никому, слышите? Они никому не взяли и не раскрыли информацию о том, какого пола у нас ребенок. А самое главное, что они настолько честные, что они даже не продали никому эту информацию. Понятно? Так что вы обратите свое внимание, насколько порядочные люди. Следующий скрин просто тоже красотища. Тут, в общем, в этом скрине, в этом сообщении рассказывают о том, какие у нас были уставшие цветы, что у меня не идеальная кожа, у нас наигранные эмоции, грязное платье, ну, в общем, и по списку все это можете прочитать. И больше всего, конечно же, мне нравится во всей этой истории то, насколько они, хорошие, классные ребята, помогают нам всю вот эту вот грязную, вонючую, стрелевную картинку, где у меня прыщавая морда, я не знаю, у нас вонючие тухлые цветы, а у меня грязное платье. Все это вот скрыть, чтобы вы об этом не узнали, так же, чтобы вы не узнали о том, что я говорю своему мужу. То есть они, как бы, ну, выступают такими защитниками нашей частной личной жизни. Они вот такие молодцы, такие вот люди ответственные, что вот им хоть секрет доверяй, никто об этом не узнает. Короче, молодцы, я вообще таких ответственных людей, которые вот так тщательно скрывают вот эту вот всю грязь разговоры на кухне, никогда не видела. Дальше вообще моя любимая, я не знаю, зачем она, да, вот эта вот девочка, организатор, вообще вся их компания, вся их организация, так скажем, агентство, решила поведать всему миру, что у нас из шести хлопушек не сработала только одна. Вот я говорю, я вчера монтировала момент, где я говорю, что типа, ну, я же неопровержимые доказательства. Ну, как можно так врать? Ну, как? Ведь учитывая то, что у нас только одна сработала. Вот я не понимаю, ну, вот честно, вот ей-богу, я... Вот сколько, знаете, сколько я это обсуждаю со всей своей семьей, с мужем обсуждаю. Я говорю, вот Славе, вот даже вчера, позавчера, говорю, блин, вот мне всё это грустно, типа, я этого не хотела ничего, всё это просто мерзко, грязно, фу. Но ведь люди сами всё это сделали своими руками. Такое враньё выставить, что я там какая-то неблагодарная, не знаю, недовольная, просто так вот мне всё это не понравилось, хотя там всё было идеально, и всего лишь одна странная хлопушка не сработала. А я такая, хожу всему миру, рассказываю, что ценных пять не сработал. Ты глянь, хотя у меня есть видео, но я ничего не понимаю. Короче, это для меня вообще странно, с ума сойти. Но самое крутое, это скрин, который был выставлен в инсту, запрещеночку нашу. Мне очень понравилось то, что они даже не постеснялись, сделали пост на странице агентства с описанием, что не сработала одна хлопушка. И мне понравилось то, что они написали, что испорченный момент на празднике у людей сделал им рекламный бюджет на квартал вперёд. Самое классное в этом всём, это ещё и смайлик вот этот ржущий поставить. Типа они даже насмехаются, вы прикиньте, мы людям испортили праздник. Себя, вообще нас, это ничего не колышет, там сами все виноваты, вот кому мы праздник делали, они, короче, виноваты. Все пиротехники наши молодцы, ну они просто краску не рассчитали, либо что-то отсырело, но это тоже не их вина. Собственно говоря, чё, на видео уже ясно видно, что всего лишь-то одна не сработала, и вот эта вот одна хлопушка, которая не сработала, нам такую рекламу сделал, ребята, закачались. Я просто вообще с ума схожу с их комментариев, у меня есть все скрины, у меня всё просто, у меня есть целая папка, вот так. Я на это время, на это я потратила очень много времени, своего чудесного, беременного, шикарного времени, которое могла бы потратить на что-то другое. Но эти люди настолько меня довели, что я не пожалела это время, сделала закрытый телеграм-канал, где всё расписала, сделала папку, отправила видео Кате Конусовой, сейчас снимаю видео. Они пишут о том, что чёрный пиар это тоже пиар, это вообще, это как, вот я ржала с подружкой, говорю, прикинь, врач, который неудачно сделал операцию, такой, да, чёрный пиар тоже пиар. Ну, подумаешь, слышь, просто, ну прикинь, там плохо пластическую операцию сделал, не дай бог там по здоровью, если операция была серьёзная какая-то. Ну, чёрный пиар тоже пиар, а чё? Но просто, типа, говорить, гордиться тем, что чёрный пиар это тоже пиар, когда вы организовываете людям важный день, единственный, возможно, и дай бог, да, вот свадьба, потому что у них какой лозунг? Что свадьба, она должна быть один раз и на всю жизнь? Когда они мне это сказали, я говорю, так это, наверное, у всех такой лозунг, это же, типа, нормально, это вроде как общепринятое понимание, ну, типа, чё за хрень? Также в этих сторисах говорится о том, что мы во всём виноваты, что мы должны были платить за репетиции, я уже вам сказала, что мне казалось, что я ничего вообще-то, я должна получить просто качественную услугу, блин, качественно выполненную работу пиротехников, почему я должна о чём-то там думать, что чё-то отсырело, не отсырело, я вообще не должна об этом думать. Следующая сторис, там, короче, про то, что у нас всё было по Бартру, это было по Бартру, по Бартру, в смысле, это было бесплатно, бесплатно, потому что у них, кстати, это любимое слово, бесплатно, они не понимают, у них нет разницы, бесплатно, то есть теперь они от меня что-то, например, грубо говоря, ждут, а чё, они же мне всё бесплатно сделали, чё, я им ничего не должна, они же всё бесплатно сделали. Почему я тогда делала им какие-то отметки, их команде делала какие-то отметки рекламы, получается, я ничего этого не должна, потому что у меня что-то за бесплатно получила, открываю смету нашего праздника, потому что у нас всё было бесплатно. Итак, значит, у нас было помещение, сама площадка у нас была по Бартру, то есть сама локация, и это значит, что я сделаю рекламу этой площадки, расскажу, какое красивое место, что там можно сделать свадьбу, я это уже всё сделала, причём давно, и в сторис показывала, когда мы приезжали, локацию смотрели, и влог у меня выходил недавно, где я тоже показывала эту площадку, и сторис с мероприятием, ну то есть всё, вот как бы моя работа, показать площадку, чтобы люди про неё услышали, узнали. Меню на этой площадке нам обошлось 50 тысяч рублей, еда, за которую мы заплатили, клининг 10 тысяч рублей, уборка площадки, улицы от конфетти после церемонии, это у нас указано в смете. Это мы оплатили. Питание команды 4800, это мы тоже оплатили, ну тут как бы ничего не скажешь, это правильно, как бы всем нужно кушать. Торт у нас был по Бартру, Кэнди Бар, вот эти все сладкие вкусняшки, тоже по Бартру, всем отметочки, рекламочку сделала, классно, почему нет. Коктейльный бар, у нас был, насколько я понимаю, частичный бартер, но заплатили мы 24 тысячи, и плюс там ещё получается где-то то ли 20, то ли что-то, ну короче, там по-моему в 40 с чем-то выходили вот эти все коктейли, у нас там смузи, мелкшейки, коктейли, всё вот это вот такое прикольное было, то есть, грубо говоря, 50 на 50. 50 мы оплатили, 50 была реклама, всё это выполнено. Звуковое оборудование на площадку, световое оборудование на площадку, работа технического персонала 57800, это было не по Бартру, потому что такие вещи по Бартру не дают, всё это мы оплатили. Поменял аккумулятор, сел, продолжаем, ведущий у нас был по Бартру, диджей по Бартру, фотосъёмка по Бартру, видеосъёмка по Бартру, фотографам, видеографам, почему бы нет, классная реклама, они согласились, приехали, правда там позже выяснится, что они по рассказам этой сотрудницы приехали не поработать к нам на площадку, а поддержать Кейт и Лео, которых там даже не было, ну да ладно. Координаторы 45 тысяч, три координатора в день мероприятия ходят, что-то там проверяют, делают, координируют, помогают, ну в общем работают. Логистика команды 10 тысяч рублей, декор зала зоны Велком флористика 58 тысяч рублей, декор зала и фотозоны на улице с шарами 22 тысяч рублей, это мы оплатили, получается, вот у нас шариков было много, шариков нам много сделали, как по Бартру, за рекламу, но какую-то часть мы оплатили, потому что у нас там добавилось ещё типа расходов, мы это всё оплатили. Пригласительные, красивые картинки, которые я вам скидывала в Телеграм, 600 рублей, и моё любимое пиротехника 75 тысяч, вот так, и станции с интерактивом на Велком части 11 тысяч, это вот эти всякие штучки, типа пальчик поставить, там за мальчика или за девочку, вот эти все штучки. Итого 365 тысяч 285 рублей. Нам обошлось мероприятие, если говорить про денежки, которые мы достали как реальные деньги, а не там реклама, например, которая тоже, понятное дело, не равно бесплатно, ещё раз это подчеркну. Так что, когда говорится о том, что у нас там всё было бесплатно, мы купались в бесплатных балагах, это, конечно, смешно. Stories, где они вообще выставили личную переписку, причём удивительно, ведь это вообще-то даже законом запрещено, вы прикиньте? И я на это никакого согласия не давала, я, кстати, им даже написала сообщение, что давайте зафиксируем то, что я не давала вам разрешения на публикацию личной переписки, я не давала согласия на использование фото-видеоматериалов. На что мне ответили, что мы это не обговаривали, мы вообще-то об этом даже не договаривались. То есть, они имеют полнейшее право выставлять переписки, по их мнению, фото-видео, репортажи, да, там, контент с нашего праздника. Они к себе на страницу выставили видео, в котором у нас там, получается, дети наших гостей, например. Им никто не давал на это согласия, никто. Я считаю, что это просто верх сумасшествия. Больше всего я ржу с этого скрина, знаете почему? Потому что они там так пишут, что как будто бы мне всё понравилось, а потом резко не понравилось, и из песни слов не выкинешь. Вот девочка моя хорошенькая, да, такая внимательная вообще ко всему в этой жизни и ко всем мелочам, и о чём я там с мужем разговариваю. Из песни действительно слов не выкинешь, поэтому все твои сторисы у меня зафиксированы. Так что надо было думать головой. И самый угар в том, что я в этой переписке пишу, что я не могу порадоваться дню, и что финал просто перекрыл все мои радостные эмоции. Они говорят, что мне всё нравилось, а потом резко мне не понравилось. Дальше мой самый один из вообще любимых, наверное, скринов. Я когда этот скрин смотрела и описывала свои эмоции текстом, я пишу вот что. Этой сторис хочу донести до всех и каждого, кто когда-то задумается, а не сделает ли мне важный праздник в своей жизни, скажет и Лео. Они как раз про комфорт и профессионализм. И я вот пишу о том, что типа, ну сделайте вывод сами. Если у вас на свадьбе, дай бог, что-то пойдёт не так с этими организаторами, то виноваты будете вы. Но не Кейт и Лео и их компашка. Также среди вас будут ходить координаторы и послушать, о чём вы говорите с мужем. Так что не обсуждайте, где у вас денежки спрятаны, пароли от соцсетей. Потому что что-то пойдёт не так, всё это окажется в интернетах. Ну и, конечно, то, о чём я уже сказала, мне безумно понравился этот момент, что они нашли на наш важнейший праздник, важнейший момент в жизни фотографов, видеографов, которые, оказывается, приехали на мероприятие, чтобы поддержать Кейт и Лео. Потому что они очень классные, комфортные, улётные, уютные, просто сюзи-пуськи, а не потому, что они приехали, блин, поработать не забесплатно. Я в шоке. Если бы у меня был такой сотрудник, я не знаю, что бы я с ним сделала реально. Так обосрать всё, так просто, так подвести кучу людей. Ну, типа, даже вот этим сториз я уж, понятно, фотографам, видеографам не буду писать, типа, ребят, а это правда то, что вы к нам приехали поддержать Кейт и Лео, а не поработать? Ну, то есть, понятное дело, что я никаких претензий фотографам, видеографам кидать не буду. Вот она как раз ходила прям среди нас на праздники, она у меня на видео есть, на фото, у меня всё, всё у меня на вас есть, мои хорошие. И это я только вот то, что мне скинули подписчики, и я сама прочекала. Если я захочу потратить ещё побольше времени, я ещё больше дойду, так что, надеюсь, это были ваши последние сторизы в мой огород. Вот, дальше тоже классный скрин, где они пишут о том, что они вытянули из бартера, вот, они насколько могли, вот, вытянули стиль из бартера. Вообще, мне понравились эти слова, что как будто бы вот эти конфетти, да, например, за которые мы заплатили кучу бабок, они просто где-то на помойке после Нового года собрали. И вот, вот, как могли из этого вот бартера, то, что вот бесплатно, нигде ничего не оплочено, они бедненькие ходили там, по всему городу искали, там, фотографу, кто чем помочь сможет, там, может, кто печеньки испечёт нам на праздник, кто, может, придёт на кнопку пощёлкает, понажимает. Вот как могли, так и вытянули всё. Просто трудяги, бляха-муха. И это с учётом того, что там ещё пишется о том, что, типа, ещё не все площадки разрешат такое делать. Мы такие молодцы, договорились, я уверена на 100%, просто к гадалке, к бабке, кому хочешь, не ходи, любая площадка скажет, да хоть ты тут 5000 этих конфетти взорви, если ты потом это всё уберёшь за свой счёт. Я просто сделала вывод, что вот они к этому отнеслись бесплатно, они так и отработали. Ну, как за бесплатно, на отвали, на похер, типа, еле как, что-то вытянули вообще из этого бартера, какой-то стиль, просто ужас. Я хочу вам так сказать, что 100 тысяч раз подумайте, прежде чем делать какой-то праздник с такими вот организаторами, с их такой вот большой профессиональной командой, компанией, с их сотрудниками. Потому что потом вы будете ещё должны сказать спасибо, что никто никуда не слил инфу о том, какого пола у вас ребёнок. Что вы там вот, что-то пошло не так, но это ваша вина. А что вы не подумали и не наняли ещё установщика коробок, я не понял. Это что, мы должны об этом думать? Это что, мы организаторы? А, мы организаторы, действительно, но нам как бы срать. Вот так, так что, ребята. И это всё было выставлено не только у какой-то девочки, да, про которую мы вроде как ничего не знаем. На странице официальной их, да, Кейт и Лео, они тоже выставляли переписки. Ещё мне очень понравилось, Лео сказал, что они неоднократно просто, ну, чуть ли не вообще не закидали меня своими извинениями, прощениями и так далее. Передо мной извинились один раз спустя сутки. Я вам уже сказала, в каком это было настроении, что типа, ааа, ладно, извини, короче. То есть вот, типа, понятное дело то, что они выставляли к себе в Телеграм, у них тоже есть Телеграм. Выставляли, мне очень понравилось, типа, у них там было видео. А вы заметили, как одна из шести хлопушек не сработала? Выставили видео, в котором даже не видно, что что-то не сработало. Понятно, все их там клиенты, друзья, братья, сёстры, не знаю, кого они там попросили, пишут, какие вы классные, мы классные, там, их сотрудники, мы суперкоманда. У меня, знаете, даже в какой-то момент думаю, ну, фу, ну, реально, ну, фу. И везде надо обязательно добавить, типа, Кейт и Лео, вы самые лучшие, потому что вы про уют и комфорт. Ну, типа, зачем это? Ну, типа, такое прям, ну, блин, напиши нормально. Типа, ребята, у нас всё было классно, нам сделали хороший праздник. Вот если вот вы, Кейт и Лео, я вам уже совет, когда мы с вами встречались, на первой встрече давала, что создайте себе отдельную страничку, и там расскажите, что вы не только свадьбы делаете, но ещё и гендер-пати. Ну, не знаю, сейчас уже совет, наверное, ничего не поможет, блин. Короче, если вы хотите, чтобы вас поддержали ваши люди, вы им скажите, чтобы они просто искренне написали, что вы им делали, там, не знаю, свадьбу, и они остались довольны. А не так, что, типа, Кейт и Лео, вот эти вот блогеры вонючие, они там уйдут, а вы, типа, останетесь. Мои подписчики, им, понятно, везде начали что-то писать, типа, ну, как вы можете так нагло врать, ну, мы же всё видели, ну, как вам не стыдно, ну, то есть, они по факту пишут, они пишут то, что они видят, ну, как, глаза же не обманывают, правильно? Они, понятно, везде всё подчищают, удаляют, оставляют только хвалебные сообщения в свою сторону. Я, как бы, в целом понимаю, это глупо, типа, зачем вы вообще что-то выставляете с праздника, где у людей праздник не задался, по сути, по вашей вине, вы ещё потом, ваши сотрудницы, облили грязью этих людей, зачем вы вообще что-то публикуете с этого праздника? Ну, типа, тем более блогера, ясен хрен, подписчики блогера придут под этот пост, напишут, типа, вы в своём уме, вам не стыдно? Я просто реально, честно, я, когда они всё это начали вытворять, делать, постить, заливать, вот это вот всё начало происходить, я не могла поверить своим глазам, потому что я, ну, вот я не знаю, я даже не знаю, с чем это сравнить, ну, типа, сам себе берёшь, как это сказать, ну, я не знаю, зая, придумай поговорку под эту ситуацию, что они сами себе всё обосрали, сами себя завели вот в эту канитель, сами на себя навлекли злость там аудитории, блогеры, кому они испортили праздник, ещё такую ложь выставляют, клевету, грязные какие-то, не знаю, даже не то, что оскорбления, а просто, что у них там было всё, фу, они всё делают бесплатно, ну, просто вот такую вот мерзость какую-то пишут, вот я даже не знаю, ну-ка, в комментариях придумайте, какую поговорку всё-таки надо, ну, бабушка классную сказала, на варе ей шапка горит, вот это хороший, конечно, такой, но есть, я думаю, ещё, ещё точнее к этой ситуации. Дайте дураку верёвку, и он, в конце концов, сделает себе из неё петлю, английское пословие, ну, по сути, да, хотя, а чё, я им даже верёвку, бляха-муха, не давала? Они сами её себе повесили. Повесили-то да, но кто им дал эту верёвку? Они сами пошли в магазин, купили эту верёвку, потому что я другого даже объяснения не могу найти в этой ситуации, я им даже верёвку не давала, я верёвку-то, может, для пиротехников только подготовила, потому что я только про них написала, причём они ещё, эта сотрудница написала, что я их уже там оскорблениями закидала. Хоть одно доказательство у тебя есть, что я где-то оскорбила в интернете или что-то написала про Кейт и Лео до того, как я сейчас в видео это всё рассказываю, после вашего высера. Вот когда принесёшь, если правда вдруг такое было, это только я не знаю, что, может, я была в какой-то нирване или какой-то, не знаю, лунатизмом занималась, что мне аж это и снилось, и виделось, и наяву, и не наяву. Но такого не было. Также мне очень понравилось, потому что мои подписчики в Телеграм начали им тоже писать, типа, ну что это за клевета, что за хрень, что, типа, как это такое, вообще возможно. На что вот эта вот Анна отвечала, значит, что... Она ещё хотела, чтобы мы что-то репетировали. Ну вот про эти пиротехнические всякие штучки. А ей пишут, типа, а если бы в ребёнка какого-то прилетело, если бы разорвалось. Она говорит, типа, нет, такого не может быть, мы всё репетировали. Я думаю, ну как так просто? Я клянусь, ребят, я понимаю, что вы уже в шоке, наверное, но я такой, ей-богу, в первый раз вижу. Вот в первый раз. Короче, всё. Я вроде сказала, что хотела, не знаю, что упустила. Блин, если что упустила, подписывайтесь на мой Телеграм, я обязательно там прокомментирую, если вдруг я что-то упустила. Я не знаю, что они там вычудят, учудят после вот этого моего видео, после того, что я всё это рассказала в итоге, да, потому что, как иначе, вы что думали, я это схаваю? Нет. Если вы что-то ещё учудите, я это тоже не схаваю. Не знаю, что вы там думаете. Как по мне, так надо было в первую очередь давным-давно, публично, как минимум, извиниться. Всё, поговорила. Я, наверное, сейчас без остановки говорю. Но, думаю, оно того стоило. Вот я вам рассказала, кто нам делал праздник, что они классные, клёвые, сейчас нам сделают праздник. Ну, не могу же я не сказать о том, как в итоге прошёл наш праздник и какие в итоге классные и клёвые организаторы, которые сделали нам праздник. Если бы я об этом промолчала и сделала вид, что всё прошло идеально классно, то потом кто-нибудь по моей рекомендации, собственно говоря, подумала, они сделают мне самый счастливый день в своей жизни, свадьбу с Кейт и Лео. А они вам такие берут, приводят, например, пиротехников непрофессиональных, фотографов, видеографов, которые приезжают, не потому что они, профессионалы своего дела, должны отработать на празднике, сделать качественный материал, который люди запомнят на всю жизнь, будут хранить фотографии в альбомах, показывать детям, внукам. Нет, они приедут, потому что им просто комфортно и классно работать с Кейт и Лео, потому что они за уют, комфорт, искренность и вот такие вот добропорядочные люди. Вот так. Не знаю, что там будет в комментариях твориться под моим роликом. Кто-то, может быть, скажет, что Юля, зря ты так, забила бы ты. А почему я должна забивать? Почему? Эти люди уже и так отняли у меня кучу времени, нервов, и не подумали, ни разу не подумали. Я, честно, для меня это просто, ну, чуть ли не аморально, реально. Ни разу не задумались о том, что всё, что они вытворяют, врут, там, не знаю, постят, вот это вот гнильё всё, они всё это делают в сторону беременной девушки, блин, на седьмом месяце. Это вообще как? Это им просто повезло, что у меня такой характер, а если бы я была более такой, не знаю, мягкой, я бы сейчас, может, лежала себя в слюнях, в соплях, с температурой, я не знаю, ещё что-то. Им просто капец как повезло, что я это не стала хавать, и у меня вот такая реакция. Я никому не желала зла, никому не хотела устроить вот такую кучу кину мать, то, что сейчас происходит. Мне это абсолютно не уперлось. Зачем мне это делать? Зачем? Какой мне смысл? Мне вот этот хайп, вот этот не хайп, да вы можете все от меня отписаться, мне это нахрен не нужно. Суть в том, что люди просто бессовестные, и об этом нельзя молчать. Вот и всё. Если бы у нас просто не взорвались хлопушки, как они пишут, да, это очень неприятно, я бы об этом тоже не молчала, но не было бы того, что в итоге произошло по вине их сотрудницы. И я это так не стала оставлять, и не знаю, что вы там подумаете, я не знаю, что подумают мои подписчики, аудитория. Наверняка найдутся люди, которые в комментариях напишут, не знаю, мы с ними делали свадьбу, всё прошло хорошо. Это замечательно, что вот кому-то повезло, всё прошло хорошо. Нам вот вообще не повезло, я не знаю, кто захочет рисковать в следующий раз обращаться, чтобы подумать, типа, интересно, а у нас-то как пройдёт? Хорошо? Или вот как у Юли, например, со Славой? Поэтому, ребят, на свой страх и риск. А? Ни хуё. Да, за***ь. Или хуё. Так что, ребята, на свой страх и риск, реально. Что сказать? Кейт и Лео, не знаю даже, что хочу сказать. Я хочу сказать, что вот как они мне написали, типа, ну что ж, это вот такое, что это такое. Типа, вы оправдали наше ожидание о блогерах, что, типа, я какая-то там девочка с улицы, не знаю, блогершая, на что я ответила, типа, вы хорошо работаете и будете получать хорошую рекламу от блогера. Вот всё, что я могу сказать. Что мне вот эти все скандалы не нужны были. Вам просто не повезло, вы так повели себя в сторону... И нам тоже не повезло. Да, и нам тоже не повезло. Но вы просто вот так вот повели себя в сторону человека, который это хавать не будет. Вот. Ваш был косяк. Может, вы так уже не первый раз поступаете. Может, что был не медийный человек, который у него выхода просто не был. Ему пришлось это схавать, потому что он ничего сделать с этим не сможет, с этой вот просто бессовестностью. А у меня, спасибо, господи, есть возможность не промолчать. Так что всё. Всех любит, целую. Всем мира, добра, любви. Конечно, скорее всего, вряд ли мы на этом прям закроем полностью навсегда эту тему. Ну, так бывает. Надо будет где-то что-то посмотрим. Я не знаю, как жизнь сложится дальше. Ну, надеюсь, что Кейт и Лео хватит ума просто на этом, я не знаю, что сделать. Взять какой-то перерыв, отдых, осмыслить что-то. Я уж не жду от них никаких извинений. Я уверена, их не будет вообще ни в коем случае. Но если будет, то уж, конечно, я скажу, представляете, извинились. Но вряд ли. Сомневаюсь в этом, если честно. У меня куча разных классных дел. И скоро нам привезут и шкаф, и вещички для малышки скоро будем с вами разбирать. И по магазинам пойдём. Сейчас мы на даче тут тоже разбираемся, красоту наводим. Всё буду вам показывать, так что ждите следующие влоги. Всем пока!